С возвращением я один из участников подкаста «Школа величия». Я очень рад, что наш сегодняшний гость, Эндрю Губерман, находится в нашем доме. Рад видеть вас, мой друг. И рад быть здесь, спасибо. Я очень взволнован. Вы нейробиолог, профессор нейробиологии и офтальмологии, а это самое трудное слово произнести в Стэнфорде. Вы руководите лабораторией, человеческой лабораторией, которая в первую очередь изучает такие состояния мозга, как страх, мужество, тревога, спокойствие. И как мы можем лучше входить в определенные вещи и выходить из них? Мой первый вопрос. Я был очень взволнован тем, что это интервью состоится. Потому что я очарован тем, как мы думаем, как мы чувствуем наши эмоции. Как все взаимосвязано в нашем теле и нашем мозге. И мне любопытно, насколько тело контролирует разум, а разум контролирует тело, а не очень сильно связаны, или разум полностью контролирует ситуацию. Это отличный вопрос. Короткий ответ таков. Тело оказывает огромное и глубокое влияние на наш разум. И причина в том, что мы часто говорим о мозге и думаем о мозге, мозге, мозге. Мозг важен, но головной и спинной мозг, которые составляют то, что мы называем центральной нервной системой, тесно связаны с телом, а тело тесно связано с головным и спинным мозгом. Значит, спинной мозг соединен с головным мозгом. Это верно. Сзади. Он поднимается по шее. Это верно. И его настоящие нервы соединены внутри вашего мозга. Это верно. Спускайтесь до поясницы. Да, да, так что, по сути, мы большая трубка, или наша нервная система большая трубка. Так что ваш мозг, очевидно, имеет форму примерно такую. А затем спинной мозг отходит от спины и все, что находится в черепе, за исключением двух частей мозга, которые являются глазами. Которые на самом деле являются двумя частями мозга, которые находятся вне черепа. Глаза — это часть мозга. Они абсолютно являются частью мозга. Они являются центральной нервной системой. Значит, это глаза, головной и спинной мозг. Все они связаны. Они все связаны. И если бы вы вынули это из тела, скажем так, они все были бы связаны. Это верно. Они смежны, как мы говорим, они всего лишь одно целое. Они составляют одно целое. Это верно. И когда иногда им бросают вызов, люди говорят, что глаза не являются частью мозга, и тогда это означает, что спинной мозг тоже является частью мозга. И я хочу внести полную ясность, это не семантика. Существует генетическая программа, которая гарантирует, что на ранних стадиях развития, в течение первого триместра, когда мы все находились в животе нашей матери, сетчатка, нервная сетчатка и глаза были намеренно вытеснены из черепа. А причина, по которой у вас эти глаза снаружи черепа, заключается в том, что вы можете оценивать вещи на большом расстоянии от себя, не так ли? Потому что в противном случае все должно было бы находиться в контакте с вами. Другие животные делают это в основном с помощью запаха. Мы очень чувствительны к зрению. Поэтому большая часть нашего генома посвящена видению и пониманию того, что происходит на расстоянии от нас, и это дало нам огромное эволюционное преимущество. Чтобы выжить. Чтобы выжить, потому что чем больше я могу предвидеть события на расстоянии, тем больше я могу координировать свои действия с окружающей средой, например, днем и ночью. А также, когда на меня надвигаются объекты или вещи, которые я хочу преследовать и убивать, или вы знаете, вы думаете о брачном поведении и охотниках-собирателях. Поведение, все это, оценка лиц и выражение лица без фактического контакта с людьми дает огромное эволюционное преимущество. Но я хочу быть уверен, что полностью отвечу на ваш вопрос. Нервная система включает в себя головной мозг, который, как мы теперь знаем, включает также глаза, спинной мозг, а затем то, что называется периферической нервной системой. Все связи с телом и каждым органом в нашем теле, наше сердце, наша диафрагма, наши легкие, наша селезенка, наша печень, все оно, как мы говорим, иннервировано. Он получает нервные соединения. С мозгом? Правильно, от головного и спинного мозга. Настолько, что если бы мы просто уничтожили все, кроме нервной системы, если бы у нас была человеческая нервная система, разложенная здесь, на столе перед нами, она выглядела бы как человеческое существо. Была бы связь на каждом уровне, вплоть до того, что вы могли бы сказать, что это большой палец ноги, а это мизинец, и именно там должно быть сердце. Потому что это почти как силуэт всего нашего тела. И поэтому, когда мы думаем о нервной системе, я думаю, действительно важно, чтобы люди понимали, что нервная система это все, мозг и тело, а также все связи между ними. И вы знаете, уже тысячи лет ведутся споры о том, что такое разум, что такое мозг и так далее, проблема разума и тела и все такое. Я думаю, что в 2020 году будет справедливо сказать, что душевные состояния включают мозг, активность мозга и тела. Эти две вещи координируются, мозг и тело, и имеют своего рода то, что я называю контрактом. Существует контракт мозг-тело, который порождает такие вещи, как состояние ума. То есть чувство депрессии, или чувство благоговения, или возбуждения, или счастья. Это состояние души, вот что я от вас слышу. Да, мы могли бы поговорить о том, почему. Эмоциональное переживание — это состояние души. Это верно. Я предпочитаю говорить о состояниях и состояниях ума, потому что они включают в себя мозг и тело. Поэтому, просто говоря ум, я имею в виду не только мозг, они включают в себя мозг и тело, а также потому что... Значит, когда вы начинаете перебивать, мозг и тело означают мысли-чувства? Да, значит, вы задаете ключевые вопросы. Эмоции очень трудно описать объективно, в то время как состояния обладают определенными свойствами, которые позволяют нам изучать их в разных лабораториях и от одного эксперимента к другому. Возможно, некоторые люди слышали это раньше, но на самом деле мозг делает пять вещей. У нас есть ощущение, то есть мы постоянно подвергаемся бомбардировке звуковыми волнами, светом, запахами и прочим. И это продолжается, и вы не можете вести переговоры об этом. Просто у вас в теле есть эти рецепторы, которые позволяют вам оценивать эти вещи. У морской черепахи есть прием магнита. Она может ориентироваться по магнитным полям. Мы не можем этого сделать, но они могут потому что чувствуют это. Инфракрасное зрение у гадюки или что-то в этом роде. Так что если вы не наденете очки ночного видения, вы не сможете этого сделать. Тогда есть восприятие, то есть на какие ощущения вы обращаете внимание. Итак, когда вы пишете ручкой, если я скажу, на что похожа эта ручка в вашей руке, теперь вы ее воспринимаете. Но ощущение было всегда. Эти рецепторы всегда ее ощущали. Значит, ощущение — это фактическое ощущение или фактическое визуальное восприятие. Восприятие — это ваша интерпретация ощущения. А, приятие — это то, на чем сосредоточено ваше внимание, на каких ощущениях вы обращаете внимание. А затем у вас появляются мысли. И нам немного сложно анализировать мысли, потому что они немного абстрактны. Но мысли — это комбинация нашего восприятия, чему бы мы не уделяли внимание, и у них есть контекст памяти. Они подключены к нашим системам памяти, не так ли? Потому что, если я скажу «ручка», вы скажете, «Я не знаю, каково ваше отношение к ручкам, но мое довольно тривиальное. Я пишу с помощью ручки. Но давайте предположим, что я из семьи, у которой я не знаю, была фабрика по производству ручек в Германии в 1930-х годах, тогда есть целое». Или вас ударили ручкой, когда вы были ручкой, верно? Так что это очень контекстуально. Таким образом, мысли подобны восприятию, но они несут в себе память и контекст. Мысли — это память и контекст. Да, они включают в себя и это. А еще есть чувство эмоций. И вот тут-то все действительно начинает становиться абстрактным и немного туманным, и там все еще много споров. Потому что, например, если я спрошу вас, как вы себя чувствуете, и вы скажете «Я чувствую», большинство людей скажут, что «Я чувствую себя хорошо». Что это значит? Это не то чувство. Поэтому, если вы когда-нибудь занимаетесь личностным развитием, они всегда спрашивают, «Не используйте букву «А», не говорите хорошо или плохо, что вы чувствуете». И люди говорят, «Я чувствую себя спокойным и взволнованным или что-то в этом роде», и это начинает становиться очень абстрактным. Так что эмоции – это реальная вещь, и они, безусловно, возможно, больше, чем что-либо другое задействуют мозг и тело. Когда мы чувствуем себя подавленными, мы принимаем определенные позы, мы чувствуем это нутром, мы чувствуем это в своих конечностях, мы можем чувствовать усталость, мы можем чувствовать беспокойство. Таким образом, эмоции – это действительно то место, где вы очень сильно улавливаете этот разум, сокращение мозга, тела и отношения. И затем пятая вещь – это действия. И что мне нравится в действиях и поведении, так это то, что они очень конкретны. Вы сейчас пишете ручкой, я говорю, я двигаю руками. Вы можете измерить эти вещи, вы можете проанализировать их, мы точно знаем, что такое нейронное пути. Таким образом, у нас есть ощущение восприятия эмоций и действия, мысли. И потом, конечно, под всем этим у вас есть воспоминания, а людям всегда нравится развивать интуицию. Они всегда говорят, «А как насчет этой шестой вещи – интуиции?» И мы могли бы поговорить об интуиции, но причина, по которой мне нравится говорить о состояниях, и причина, по которой мы изучаем состояние в моей лаборатории, заключается в том, что состояния обладают двумя свойствами, которые легко изучать по сравнению с эмоциями. И вот насколько они распространены, то есть насколько долговечны. Государства, как правило, имеют начало, середину и конец. В то время как эмоции – это похоже на то, что они больше сочетаются. Состояние больше похоже на основные цвета, из которых вы смешиваете все, чтобы получить все эмоции. И еще одно, что у них есть интенсивность, которую мы можем измерить. У вас может быть состояние очень бодрого, или очень сонливого, или спящего. И вы можете сказать от 1 до 10, как вы себя чувствуете в этом состоянии? Это верно, и мы можем это измерить. Что это за переживание? Это верно, и мы можем соотнести его с такими вещами, как частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, частота дыхания, потоотделения, уровни нервной активности в областях мозга, которые контролируют бодрствование. И поэтому я буду первым, кто скажет, что я хотел бы иметь возможность сказать, что в моей лаборатории мы изучаем, или когда-нибудь мы будем изучать благоговение, поток и все эти вещи. Но они находятся выше по лестнице, чем мы можем подняться прямо сейчас. Я думаю, что с помощью современных технологий мы можем понять состояние, и оттуда я действительно верю, что мы можем значительно повлиять на некоторые проблемы психического здоровья. И оптимизировать производительность в определенных сообществах, которые пытаются оптимизировать производительность, и в широкой общественности. Но государства, на которых мы сосредоточены, очень конкретны. Например, бдительные и сосредоточены. Это было бы замечательное состояние, которое можно понять и к которому можно направить себя, когда мы не чувствуем себя бдительными и сосредоточенными. Как войти в это состояние? Как войти в это состояние? И мы могли бы поговорить об инструментах для этого, если хотите. Спите. Сон — это так сильно и так важно. Я думаю, что теперь люди действительно понимают, насколько это важно, во многом благодаря книге Мэтта Уокера «Почему мы спим». И важной работе, которую он проделал в своей лаборатории в Беркли, и, конечно же, во многих других лабораториях. Значит, это сосредоточенность, сон, творчество, стресс. Это те основные состояния, с которыми мы хотели бы справиться в первую очередь, потому что мы верим, что можем это сделать. И тогда, надеюсь, в моей карьере, но если не в моей карьере, то может быть в одном из моих научных детищ, или в другой лаборатории, вы знаете, через тысячу двадцать сто лет, мы сможем понять такие вещи, как как человек входит в состояние сопереживания. Мы могли бы потратить целый час на разговоры об эмпатии, но это сложно, и это увлекательная тема, и это так важно, но это просто очень трудно понять на нейронном уровне. Итак, мы начинаем с основ. Понял. С уверенностью, что поняв эти основы, они когда-нибудь перейдут к более богатым представлениям и пониманию таких вещей, как эмпатия. Да. Нужно ли вам также изучать сердце, чтобы понять эмпатию, или все это исходит от ума? Это отличный вопрос. Поэтому мы считаем, что для понимания любого состояния необходимо изучить головной, спинной мозг и все тело. Вау. Итак, в моей лаборатории мы говорим о том, чтобы быть нейробиологами. Для меня это означает, что мы изучаем нервную систему в целом. Поэтому людей, которые приходят в мою лабораторию, мы помещаем в виртуальную среду, имитирующую определенный опыт. И я понимаю, что это не так реально, как быть в реальном мире, но вы получаете достаточное присутствие, особенно потому, что в этих условиях оно очень визуально и аудиально насыщено. Люди получают то, что называется присутствием. Они забывают, что находятся в виртуальной среде, по крайней мере, на мгновение. И в это время мы измеряем вариабельность сердечного ритма, мы измеряем потоотделение, мы измеряем во многих случаях, мы также опускаем электроды в их мозг. Потому что мы делаем это с пациентами, перенесшими нейрохирургию. И поэтому у нас есть доступ к мозгу, у нас есть доступ к телу. И действительно, записывая данные со всех этих областей мозга и тела, мы можем получить более полное понимание того, что на самом деле представляет собой состояние, скажем, сосредоточенности, стресса или тревоги. Если бы мы смотрели только в один маленький уголок мозга или просто в сердце, мы бы не смогли этого сделать. И это своего рода центральное место в нашей лаборатории, мозг и тело. Вся нервная система являются ключом к успеху. Вы должны посмотреть на все это. С чувствами. Я хочу немного поговорить о чувствах и эмоциях. Может ли человек сделать так, чтобы он никогда не впадал в депрессию? Они никогда не реагируют на свое восприятие, на действия своих людей по отношению к ним, когда они никогда не доходят до состояния, я плохо себя чувствую. Я чувствую себя еще более подавленным, я сейчас в темном месте, я застрял в этом месте. Есть ли способ, которым мы могли бы когда-нибудь защитить себя от негативных стрессоров, негативных эмоций? Или мы просто нуждаемся в них, чтобы иметь контраст в жизни? На этот счет есть как бы две точки зрения. Я раскрою свою после того, как я как бы объясню эти две точки зрения. Одна из них заключается в том, что эти состояния, я думаю, я автоматически называю такие вещи, как депрессия, состоянием ума. Состоянием тела. Поэтому, когда я говорю состояние ума, я имею в виду мозг и тело. Потому что ваше тело действительно чувствует. Это похоже на то, что мозг связан с телом. Верно. И поэтому, если вы мысленно произнесете мысль, типа я в депрессии, я плохо себя чувствую, или мне грустно, или одиноко, или я недостаточно хорош, тело отреагирует. Это то, что я понимаю? Абсолютно верно. Как будто тело собирается проявить то, что говорит вам разум. Абсолютно верно. Мысль идеи, вы скажете, мне грустно, я недостаточно хорош, вы съежитесь. Верно. Это так? Это так. На самом деле существуют две формы депрессии. Иногда они смешиваются, но одна из них депрессия, связанная с тревогой. И если вы когда-нибудь испытывали это, или кто-то, кто это испытывал, чувствует возбуждение в своем теле и скачки ума, но не в своем теле. Таким образом, тело набирается. Есть также депрессивные состояния, при которых люди чувствуют себя очень усталыми и измученными, это переполняет их. И они также испытывают это в своем теле. Мысль о том, чтобы вставать с постели по утрам, это тяжело, мотивирует заниматься физическими упражнениями. Делать те вещи, которые, как мы знаем, являются мощными для борьбы с депрессией. Таким образом, организм набирается сил. Я думаю, большинство людей сказали бы, что депрессивные состояния — это плохо, когда они снижают базовые показатели жизни. Просто вкратце, в любое время, когда возникает вопрос о психическом здоровье, зависимости, травме или о чем-то еще. Можно посмотреть на это и придумать какой-нибудь аргумент низкого уровня, эволюционно, это имеет смысл, мы все впадаем в депрессию. Но мы, конечно, должны быть справедливы к человеку, испытывающему это, и быть чуткими к тому, что некоторые модели поведения будут поддерживать стабильную основу нашей жизни, имея в виду работу, отношения и так далее. Будем продолжать в том же духе. Другие виды деятельности будут иметь тенденцию улучшать исходные условия нашей жизни. Работа, деятельность, отношения и так далее будут улучшаться. А еще есть такие вещи, как героин, которые действуют очень быстро, мы можем предсказать, что очень быстро уровень жизни будет снижаться. Независимо от того, кто этот человек, не так ли? Так люди говорят, можете ли вы пристраститься к воде? Может быть, но я должен пить много воды, прежде чем базовый уровень моей жизни начнет снижаться? Я так уверен, что чувствую себя некомфортно. Это верно. Это похоже на то, что я такой раздутый. Вот именно. Поэтому мы склонны немного вольно относиться к таким вещам, как зависимости депрессии. Да. Я думаю, будет справедливо сказать, что депрессия встроена в нас как возможное состояние, в которое мы все можем впасть. Но, на мой взгляд, очень важно, чтобы у людей были инструменты для выхода из этого состояния, конечно, чтобы избежать трагедий, таких как самоубийство. Но также и потому, что когда базовые показатели чьей-то жизни опускаются достаточно далеко, им становится все труднее делать те вещи, которые не помогли им выбраться из депрессии. Так могли бы сказать вы или я. Значит, они остаются в этом состоянии депрессии, потому что слишком трудно идти на работу, слишком трудно изменить свою привычку питаться более здоровой пищей. Так что я останусь, я буду продолжать есть мороженое, которое приведет мое тело в депрессию. Это верно. Не так ли? Если я продолжу есть плохую пищу, если я продолжу не спать до 4 утра, если я продолжу оставаться в токсичных отношениях, я хочу чувствовать себя подавленным. Это верно. И в конце концов, из-за этой очень неразрывной связи между мозгом и телом, в конце концов, происходит то, что поскольку мозг контролирует тело, но также и тело может контролировать мозг, люди теряют способность вмешиваться в этот депрессивный процесс. Чтобы вы или я могли сказать, послушайте, если у кого-то депрессия, все, что ему нужно сделать, это встать пораньше, чтобы в глазах было немного света, немного движения. Я знаю, что вы выложили эту информацию, и мне это нравится, потому что эти советы основаны на ней, это даже не советы, это действительные инструменты. И они очень мощные, потому что основаны на отличной науке. Вы получаете выброс дофамина в начале дня, который является антидепрессивным. Вы лучше засыпаете, когда вам светит солнце в глаза, и вы начинаете двигаться в начале дня. Для большинства людей это доступно, и они абсолютно должны это делать. Каждый должен это делать. Но для людей, которые достаточно далеко продвинулись по этому пути депрессии, потому что тело и разум имеют такую тесную взаимосвязь. Есть точка пересечения, где они действительно не могут заниматься этими видами деятельности. Потому что они так глубоко погрузились в депрессию. Тело не будет делать то, что они решат сделать. И поэтому сейчас я не пытаюсь никому уступать, потому что в конечном счете мы все несем ответственность за собственное психическое здоровье. Конечно, взрослые в большей степени, чем дети, но мы все несем ответственность за свое собственное психическое здоровье. И только мы можем направлять изменения в нашем собственном мозге. В этом-то и загвоздка. Как только нам исполняется 25 лет и старше, мы единственные, кто может изменить наш мозг. И мы можем поговорить о нейропластичности, если хотите, но человек в депрессии должен брать на себя ответственность за свое поведение. Но именно поэтому так важно, как можно раньше уловить эту взаимосвязь между мозгом и телом, и выстроить распорядок дня, который удержит его от депрессии. Это был долгий путь, возвращаясь, я надеюсь, к лаконичному ответу на ваш вопрос, который заключается в том, что мы можем держаться подальше от депрессии. Но мы должны держать депрессию в узде, делая что-то регулярно. Точно так же мы можем избежать ожирения, употребляя правильные продукты в нужное время и в нужном соотношении и тому подобное. Но как только человек страдает ожирением, возникают серьезные эндокринные изменения, диабет второго типа, из-за которых трудно правильно питаться. Верно. Верно, вот и все. Трудно избавиться от этого, трудно вернуться к здоровому состоянию. Это верно. Как только ваш инсулин нарушается, вы все время голодны. Так что контролировать свой голод гораздо труднее. Теперь вам нужно обладать такой дисциплиной и силой воли, чтобы, я думаю, прорваться и попытаться вернуться в более здоровое состояние. Это верно. Не так ли? Это возможно. Вот что я от вас слышу. Абсолютно верно. Но это очень-очень тяжело. Это верно. Так значит, депрессия — это болезнь? Люди с определенной химией мозга рождаются по-другому, с более подавленным мозгом? Или возможно ли выйти из этого состояния, если у вас есть функциональные возможности думать, действовать, двигаться, создавать для себя распорядок дня и привычки? Возможно ли это? Есть некоторые генетические предрасположенности к депрессии, безусловно, есть семейные обстоятельства, при которых травмы и проблемы могут направить людей по этому пути. Я думаю, что одна из причин, по которой я участвую в просвещении общественности по вопросам неврологии, заключается в том, что я хочу, чтобы люди понимали нервную систему. И я хочу, чтобы они поняли, что существуют инструменты, которые могут позволить им вмешиваться в свои мысли и чувства. И в большинстве случаев они связаны с поведением и реальными действиями, которые и они очень конкретны. А причина в следующем. Очень трудно контролировать свой разум, просто используя мышление. Это просто использование разума. Просто мышление. Это очень трудно, если у кого-то стресс, а вы говорите «Успокойся». Это не работает. Говорить себе «Успокойся» не работает. Так что это похоже на то, что такое инструмент. Дышите. Правильно, правильно. Итак, конкретный инструмент. Выходите на улицу погулять. Конкретный инструмент, не так ли? И когда дело доходит до депрессии и эмоций, я имею в виду, что очень трудно отговорить себя от эмоционального состояния. Это просто очень сложно. Очень трудно. Это верно. Это похоже на то, когда я разговариваю со своей девушкой и она просто говорит, ей что-то не нравится, который в данный момент испытывает эмоции по поводу какой-то идеи, пока я не скажу «хорошо, давайте поговорим позже». В противном случае, если я попытаюсь сказать им, чтобы они расслабились, это не то, что контрпродуктивно. Это неправда, это не то, о чем вы думаете, или что-то в этом роде. Это в некотором роде продуктивно, не так ли? Это делает их более эмоциональными. Это потому, что эти состояния, как и эти эмоциональные состояния ума, задействуют всю нервную систему. Так что на самом деле мы другие. Все ваше тело вышло из-под контроля. Ваш разум, ваше тело. Например, если вы сердитесь, расстроены или испытываете стресс, ваши зрачки расширяются. Это подсознание. Как следствие, как следствие этого вы смотрите на мир в портретном режиме, а не в панорамном, извините, портретном режиме на вашем телефоне, где то, что вас расстраивает, находится в более четком фокусе, а все остальное размыто. Значит, вы на самом деле смотрите на мир по-другому. В дополнение к этому, время, которое ваше восприятие времени, извините меня, теперь ускорилось. Так что вещи снаружи вас кажутся движущимися медленнее по сравнению с тем, что вы чувствуете внутри. Вы сталкивались с этим, если вы когда-нибудь стояли в очереди в аэропорту или что-то в этом роде, и это занимает много времени, и вы вот-вот опоздаете на свой рейс. Кажется, что человек перед вами движется очень медленно. Они тянутся целую вечность. Да, но время есть время, оно движется с одинаковой скоростью, несмотря ни на что. Когда вы очень спокойны, или, допустим, вы устали, допустим, вы измучены, вы плохо спали прошлой ночью, вам будет казаться, что вещи перед вами движутся очень быстро. Они говорят, снимайте обувь, ставя ее на конвейер, и это немного ошеломляет. Притормозите здесь. Это правильно, потому что ваши внутренние часы идут медленнее. И поэтому эти душевные состояния, когда кто-то расстроен, они задействуют все его существо, его образ жизни. И поэтому одна из причин, по которой я ранее упоминал об этом ощущении, восприятии, чувстве, мысли и действии, заключается в том, что действия очень конкретны. И из-за этой взаимной связи между мозгом и телом, мозг соединяется с телом, тело соединяется с мозгом. Мы знаем, что когда разум находится не там, где мы хотим, нам нужно использовать тело для вмешательства. Что это значит? Итак, есть два способа, которыми вы можете быстро изменить состояние своего мозга. Вы уже упоминали один из них, дыхание или дыхание. И причина в том, что существует прямая связь между мозгом и органом нашего тела, называемым диафрагмой, которая является скелетной мышцей. Диафрагма предназначена для того, чтобы двигать легкие вверх и вниз, вдыхать больше кислорода и выдыхать больше кислорода. И это не похоже на другие органы, такие как сердце, селезенка или печень, потому что на самом деле оно состоит из так называемых поперечно-полосатых мышц. Точно так же, как бицепс, трицепс или квадрицепс. Это можно добровольно контролировать. Вы не можете добровольно контролировать свое сердце непосредственно прямо сейчас. Как будто вы не можете сказать «ускоряйтесь», ускорить его. Или замедлить. Но вы можете замедлить свое дыхание, и вы можете замедлить то, как вы думаете о вещах «я полагаю», или изменить свои мысли на что-то другое, чтобы помочь вам быть более расслабленным. Совершенно верно. Итак, одна из причин, по которой дыхание является таким мощным инструментом для перехода из одного состояния в другое, заключается в том, что оно всегда доступно для добровольного контроля. Оно прямо здесь. Вы можете «я могу прямо сейчас решить сделать три вдоха». Или «я могу просто вернуться к рефлекторному дыханию». Я могу просто сделать это в любой момент. Итак, нервная система, вы знаете, недвижимость, которая находится в стволе мозга, который контролирует дыхание, находится в уникальном положении. Потому что она находится на границе между сознательным контролем и бессознательным контролем. Я не могу этого сделать из-за своего пищеварения. Я не могу этого сделать почти для всего, что происходит внутри меня. Другое дело, что дыхание очень сильно контролирует наш уровень бдительности. Поэтому, как правило, чем быстрее вы дышите, тем более бдительны вы. Чем медленнее вы дышите, тем спокойнее вы будете. Чем быстрее вы дышите, тем короче быстрые вдохи или нет? В любом случае. Поэтому мы просто совершим краткое путешествие по нейробиологии дыхания и тому, как оно связано с состояниями мозга. И здесь есть несколько забавных инструментов, так что простите меня за эту касательную, но у вас есть две области мозга, которые отвечают за дыхание. Одна из них называется для любителей комплексом певца перед задницей. Она была открыта Джеком Фелдманом в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Она названа в честь бутылки вина, так что теперь вы, люди, ее не забудете. И она управляет ритмичным дыханием. Так что вдыхайте, выдыхайте, вдыхайте, выдыхайте. Это просто ритмичное дыхание. Есть еще одна область мозга, которая контролирует дыхание, которая находится рядом с так называемым парафоциальным ядром. Которая включает дыхание в любое время, когда происходит двойной вдох, двойной выдох или тройной вдох, и вы говорите, хорошо. Почему у вас должна быть эта вторая область мозга для дыхания? Оказывается, когда вы говорите, плачете или кашляете, вам нужно координировать свое дыхание с речью, а это значит, что иногда вам нужно сделать несколько вдохов или несколько выдохов. И все это происходит очень, очень быстро. Вы не замечаете. Но есть важное открытие, которое было сделано несколько лет назад Джеком Слэбом и парнем по имени Марк Красный из Стэнфорда, которые обнаружили, что в стволе вашего мозга, в стволе мозга разума, в стволе мозга каждого человека, и у каждого животного, у каждого млекопитающего есть набор нейронов. Это очень небольшое количество нейронов, которые контролируют определенный паттерн дыхания, который называется физиологическим размером. Так что это не просто размер, когда вы вдыхаете и выдыхаете. Это размер, который включает в себя два вдоха, а затем продолжительный выдох. Мы все так делаем. Вы делаете это во время сна, в любое время, когда уровень углекислого газа в вашей крови становится слишком высоким, чтобы получить больше кислорода в ваш организм. Люди также делают это, если они плакали или рыдали, они сделают это, а затем выдохнут. Так что же происходит с этими физиологическими размерами и почему это так сильно? Итак, ваши легкие, это два больших мешка с воздухом, но на самом деле они состоят из тонны маленьких мешочков воздуха, называемых альвеолами легких. Когда мы тренируемся или когда мы спим, или в любое время, когда мы что-то делаем, эти маленькие воздушные мешочки в конце концов начинают разрушаться. И что происходит так, это то, что в нашем организме накапливается углекислый газ, и мы переживаем это как стресс. Мы действительно чувствуем желание дышать, потому что уровень углекислого газа становится слишком высоким. Есть нейроны, которые чувствуют углекислый газ. А затем, сами того не осознавая, вы делаете двойной вдох, а затем выдыхаете. Обычно вдох делается через нос, а выдох через рот. Похоже, что так оно и есть. А почему второй вдох? Ну, если вы когда-нибудь пытались надуть воздушный шарик для ребенка на детской вечеринке или просто надуть воздушный шарик, иногда вы дуете в этот пустой шарик, он не работает. Так чем же вы занимаетесь? Вы делаете два, вы делаете два, вы идете, а потом она открывается. Таким образом, эти двойные вдохи открывают авиолы легких. Они не взрывают их, но они раскрываются, что вытягивает углекислый газ из кровотока, приносит кислород, а затем вы выгружаете углекислый газ. Так что, если вы понаблюдаете за собакой прямо перед тем, как она вздремнет или что-то в этом роде, она часто будет делать это. Что круто в этих физиологических размерах, так это работа в нашей лаборатории, и она все еще продолжается. Я просто хочу сказать, что она все еще продолжается, но работает и в других лабораториях. Двойные вдохи, за которыми следует продолжительный выдох. Это самый быстрый способ, о котором я знаю, привести разум и тело в более расслабленное состояние. Правда? Да. Самый быстрый способ. У меня стресс, я перегружен, просто сделайте тройку или две. Два вдоха через нос, а затем медленно выдохните через рот. От одного до трех таких повторений, ваш уровень вегетативного возбуждения снизится в основном до исходного уровня. Что такое автомоника? Это называется. Вегетативное возбуждение, что это было? Извините. Значит, вегетативная нервная система работает просто автоматически. Да, это просто означает автоматически. И это неправильное название, потому что, как я описываю, не все происходит автоматически. Мне жаль. Таким образом, вегетативное возбуждение это своего рода ваш уровень бдительности или ваш уровень спокойствия. Люди иногда называют это симпатической нервной системой, парасимпатической. Я избегаю сочувствия парасимпатии, потому что сочувствие звучит как сочувствие. И тогда люди думают, что это означает спокойствие и доброту, когда на самом деле это означает стресс. Сочувствие это стресс. Точно. Название парасимпатический не вызывает стресса. Это верно. И эти названия связаны с анатомией и расположением вовлеченных в него нейронов. Но я думаю, что для любого, кто время от времени испытывает беспокойство, а это каждый, зная, что вы можете сознательно взять под контроль эти нейроны, которые контролируют соотношение углекислого газа и кислорода в ваших легких и так далее. Даже если вы ничего из этого не помните, это всего лишь два вдоха через нос. Что вы пытаетесь делать, так это максимально надуть эти маленькие мешочки в ваших легких, а затем долго выдыхать через рот, потому что вы выдуваете углекислый газ. Я слышал, вы делаете А. Имеет ли значение частота дыхания? Потому что вы сделали долгий, глубокий вдох, а затем более короткий? Не так уж сильно. Это просто ваш стиль. Да, вы просто пытаетесь наполнить их как можно больше. Так что совет, который мы слышим о том, чтобы сделать глубокий вдох или просто выдохнуть, в некотором роде верен, но он не захватывает эту нейронную цепь. Так что многое из того, на чем сосредоточена моя лаборатория, потому что в сообществе Бресс-Виорк так много замечательных лабораторий и людей, делающих отличные вещи. Патрик Макхью и Брайан Маккензи. Они все эти невероятные люди, выполняющие эту работу, Вим Хофф. Да. Но моя лаборатория была в основном сосредоточена на том, что представляет собой нейронный механизм, контролирующий эти состояния мозга и тела. И причина, по которой эти физиологические размеры работают, частично заключается в том, что вы разгружаете углекислый газ, вы повторно наполняете легкие. Так что когда в организме есть кислород, он счастлив. Когда в нем нет кислорода, он испытывает стресс. Но другая причина заключается в том, что самая прямая и быстрая связь между мозгом и телом для контроля вашего душевного состояния, это то, что называется диафрагмальным нервом. PHR и NIC. Диафрагмальный нерв соединяет эти нейроны, о которых я говорю, в этих двух мозговых центрах это управление дыханием с помощью диафрагмы. Многие люди приходят в восторг от блуждающего нерва, и я не собираюсь наказывать блуждающий нерв или вагонистов. Но правда в том, что блуждающий нерв – это очень медленная система успокоения мозга и тела. Это называется путь отдыха и переваривания. Люди постоянно задействуют свой блуждающий нерв, когда плотно едят. Когда желудок растягивается, он посылает мозгу сигнал о том, что у меня достаточно еды, пора расслабиться и переварить. Но прием пищи, прежде всего, если вы используете пищу только как способ контролировать свой стресс. Это плохая привычка. Это плохая привычка. И однажды вы впадете в депрессию. Это верно. Люди давным-давно, тысячи лет назад, усвоили, что лучший способ подавить реакцию на кортизол – это углеводы, потому что они притупляют кортизол. Но именно поэтому люди едят богатую углеводами пищу, когда испытывают стресс. А что происходит, когда повышается уровень кортизола? Итак, каждое утро, когда вы просыпаетесь, наблюдается всплеск кортизола. Это хороший всплеск кортизола. Это всплеск отдыха, верно? Это похоже на А. Это хороший всплеск. Это тот, который пробуждает вас ото сна, и вы хотите этого в начале дня. Так что вы не просто вялый весь день, верно? Это верно. Хорошо. Кортизол обладает важными положительными функциями, способствующими укреплению здоровья. Однако есть признак депрессии и тревоги, о котором знают психиатры, а именно всплеск кортизола в 9 вечера. У людей, страдающих депрессией, наблюдается второй всплеск кортизола в конце дня. И это проблематично и связано со многими проблемами психического здоровья. А кортизол – это гормон стресса, не так ли? Кортизол – это гормон стресса. Итак, у вас есть надпочечники, которые находятся прямо над почками и поясницей, и у них есть две части. Они выделяют адреналин, который также называется адреналином. А адреналин – это то, что заставляет вас чувствовать себя возбужденным. Если вы спокойно идете по улице, смотрите на свой телефон и видите тревожное текстовое сообщение, у вас сразу же появляется сосредоточенность, энергия и бдительность. Подключен ли мозг к этим устройствам и посылает ли он сигнал друг другу? Это верно. А затем это влияет на организм? Это верно. И тело это чувствует? Это верно. Таким образом, адреналин выделяется в организм очень быстро, менее чем за вторую половину 500 миллисекунд. Вы что-то видите? Вы реагируете на это? Это просто бум. Это верно. И это задействует набор нейронов, которые живут прямо в ядре вашего тела. Затем они посылают сигнал вашему телу, и внезапно вы чувствуете, что хотите двигаться. А стресс просто в том, что он расширит ваши зрачки, подаст сигнал к вашей бдительности, заставит вас возбудиться и захотеть двигаться. Тело довольно завораживающее. Это действительно завораживающе. И вы хотите этого, потому что, знаете, прошлой ночью я отправлялся в поход, я был здесь пару дней назад и совершал поход в топангу. И я увидел тень, я посмотрел вниз, она не двигалась. Это была змея. Это была негремучая змея, но все же. Все это произошло менее чем за секунду, не так ли? И это примитивные пути, предназначенные для того, чтобы привести вас в состояние бдительности, ваше мое ночное зрение так себе. Но внезапно я почувствовал, что могу ясно видеть, и вы просто. Это адреналин. Кортизол действует немного медленнее. Поэтому, когда этот адреналин повышается снова и снова в течение многих дней, кортизол начинает высвобождаться в том числе и из надпочечников. Он поступает и из других мест, но в основном из надпочечников. А система кортизола – это противовоспалительная система, а также система воспаления ног. Это и то, и другое. Это и то, и другое. Но вы знаете, они делают уколы кортизона футболистам в раздевалке не просто так. Он блокирует боль и все такое прочее. Так вот, но слишком большое его количество в течение длительного периода времени приводит к чему? Это может вызвать хроническое воспаление, это может вызвать хроническую усталость. Там идут дебаты. Большинство серьезных МДС не верят в выгорание надпочечников. Люди думают о выгорании надпочечников. Есть такое название. Усталость или выгорание надпочечников. Итак, есть нечто называемое синдромом надпочечниковой недостаточности, который является настоящим медицинским феноменом, когда надпочечники не способны вырабатывать эти гормоны кортизола и надпочечников. Но правда в том, что у вас в организме достаточно адреналина и кортизола, чтобы продержаться две жизни и 25 голодовок. Мы были построены с большой надежностью, не так ли? Это объясняет существование Дэвида Гоггинса в мире. У всех нас действительно есть те большие возможности, о которых люди говорят. Стресс очень неправильно понимают, потому что люди думают о стрессе как об этом древнем наследии, которое очень прискорбно. Это как бы смешивается с депрессией, о, это просто недостаток в нашем дизайне или что-то в этом роде. Но на самом деле стресс, это замечательно. Он действительно активизирует нашу иммунную систему. Поэтому каждый раз, когда вы выделяете адреналин в кровь, вы также защищаете себя от заражения бактериями и вирусами. Потому что если вы подумаете о том, что нам нужно было собрать еду, а у нас ее не было, и нам пришлось бы затем собирать вещи и мигрировать на большие расстояния, вы не можете позволить себе заболеть. И вот почему люди, которые работают, 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 а потом отдыхают, обычно заболевают, когда наконец останавливаются и отдыхают. Да, это похоже на феномен после выпускных экзаменов в университете или после сезона. Или игры или с опекунами, когда вы заботитесь о ком-то, кто болен, вы просто работаете, работаете, работаете или заботитесь о маленьких детях. А затем вы наконец останавливаетесь, чтобы отдохнуть, вы продолжаете отпуск, и вы заболеваете. Почему это так? Потому что вы сейчас находитесь в своей зоне комфорта, или у вас отключается стресс? И адреналин, так что реакция на стресс рекрутирует иммунные органы организма для высвобождения Т-клеток убийц. На самом деле дыхание Вима Хоффа. Я знаю, что вы знакомы с Вимом, состоящей из 20 или 30 глубоких вдохов и выдохов. А также в сочетании с некоторой работой типа задержки дыхания, задержка выдоха, задержка вдоха, как известно, стимулирует выброс адреналина. И одна из лучших работ, которые есть в мире, научных рецензируемых работ, это исследование, опубликованное в журнале «Доходы» Национальной Академии Наук, где они собрали две группы. Одна группа занималась дыханием Вима Хоффа, другая группа занималась просто осознанной медитацией. Обеим группам водили кишечную палочку. Это безумие. Не так ли? Это безумие. У медитирующих поднялась температура, понос и рвота. А люди, которые занимались Вимом Хоффом, либо не получили этого, либо получили в гораздо меньшей степени. Это вяло, но... Верно, они этого не сделали. Это не так. Это не эксперимент, который можно проводить дома. Разве это не безумие? Но в этом есть полный смысл, потому что такое дыхание имитирует реакцию на стресс. Оно стимулирует выработку кортизола и адреналина, которые сигнализируют об этом. Защищает организм. Верно, который сигнализирует Тимусу, селезенке и другим узлам иммунной системы об освобождении клеток киллеров. И поэтому, когда эта бактерия попадает внутрь, система готова к этому. Ваше тело защищается от вирусов болезней. Это верно. По сути, когда вы создаете рутину здорового стресса. Это верно. И мы могли бы поговорить об этом. Мы определенно хотим этого. Вы же не хотите, чтобы стресс был постоянным. Сон действительно важен и так далее. Но эта реакция на стресс борется с инфекцией, потому что она рекрутирует иммунные клетки. Теперь я хочу внести полную ясность, потому что об этом исследовании было много дискуссий, большинство из которых совершенно неверны. А я не специалист по дыханию Хоффа. Исследование было проведено правильно, но когда люди подводят итоги этого исследования и обобщают его, часто они говорят, что оно подавило иммунный ответ. Что люди смогли подавить иммунный ответ. И это абсолютно неправильно. Что это значит подавлять иммунный ответ? Точно в этом нет никакого смысла. Что это дало, и если вы посмотрите на графики в той статье, которую я сделал, то увидите, что это стимулировало высвобождение кортизола. Это стимулировало выброс адреналина или адреналина, так что система была готова к борьбе с инфекцией. И поэтому я думаю, что это очень впечатляющая вещь. И вы знаете, снимаю шляпу перед Вим за то, что он открыл и обдумал способ задействовать то, что называется врожденной иммунной системой. До этого исследования считалось, что на самом деле таким образом нельзя вербовать иммунную систему. Теперь вам не нужно так дышать. Вы могли бы, если хотите, но вам не обязательно делать это дыхание, чтобы активировать иммунный ответ. Что еще вы могли бы сделать? Холодный душ или ванна со льдом, это еще один способ вызвать стресс. Именно это он и делает. Совершенно верно, совершенно верно. И поэтому я думаю, что когда вы смотрите на состояние стресса, я имею в виду там холодная вода, это один из способов сделать это. Интенсивное дыхание, какое дыхание они делают, такое дыхание Вима Хоффа также классически называется дыханием тума. Это своего рода противоположность физиологической стороне, которую я описал, двойной вдох-выдох, потому что оно не предназначено для уменьшения стресса. На самом деле оно предназначено для повышения вашего уровня бдительности. И это интересно, потому что многие люди находят большое облегчение от стресса, выполняя это упражнение с интенсивным дыханием один раз в день. Теперь причина, по которой я предлагаю физиологические размеры, заключается в том, что их можно выполнять в режиме реального времени. Вы можете войти в лифт и сделать физиологический размер. Вы также можете сделать дыхание по типу тума. В любой момент вы можете сделать это. Правильно, точно. В то время как более интенсивные формы дыхания, это скорее практика, которую вы выполняете. Это может занять от 10 до 20 минут. То, что они, как правило, делают при холодном душе, в ваннах со льдом и тому подобным, это поднимают потолок вашего порога стресса. И я имею в виду, что в течение дня и в течение года мы сталкиваемся с разными вещами. Прямо сейчас мы сталкиваемся со многими вещами. 2020 год – это год, когда мы сталкиваемся со стрессом различного рода. Разум играет важную роль в интерпретации того, является ли он подавляющим или терпимым. Таким образом, интенсивное дыхание, такое как дыхание тума, или ванны со льдом, или холодный душ. Или интенсивные физические упражнения, такие, как, знаете, высокоинтенсивные интервальные тренировки, учат разум чувствовать себя комфортно в этих состояниях повышенного стресса. Где, другими словами, это учит людей чувствовать себя комфортно, когда у них много адреналина в крови. Их тело. Это, по сути, прививка от стресса. Но прививка от стресса – это не то, чтобы не испытывать стресса. На самом деле, речь идет о том, чтобы немного развести отношения между разумом и телом, чтобы вы были спокойны в уме, когда ваше тело очень сильно напряжено. Да, так что если вы когда-нибудь дышали по типу тума или принимали холодный душ, цель состоит в том, чтобы получить выброс адреналина. А затем успокоить свой разум. А затем успокоить свой разум. И оставайтесь во льду. Сейчас мне кажется, что я замерзаю, но скорее похоже на то, что нет. Я справлюсь с этим. Правильно, правильно. И имейте власть над своими мыслями и разумом, чтобы вы могли лучше контролировать свое тело. Очевидно, вам будет холодно. Верно. Но если вы можете, но я имею в виду, имеет ли разум соцентную власть над тем, что чувствует тело? Нет. Но это не значит, что он не имеет над ним значительного контроля. Допустим, я чувствую холод и лед, верно? Я имею в виду лед. Сейчас 30 градусов. Могу ли я контролировать свой разум, чтобы сказать, знаете, что на самом деле это горячая ванна, и вы чувствуете тепло, и вам прямо сейчас жарко? Или это слишком большие физиологические барьеры, чтобы преодолеть их? В какой-то степени вы можете это сделать. Поэтому я думаю, что вопрос, который вы задаете, очень важен. На самом деле это вопрос в том, в какой степени наше субъективное повествование соответствует истории. История, которую мы рассказываем себе, на самом деле что-то значит для тела? А в какой степени тело на самом деле что-то значит для субъективного повествования? Это касается некоторых областей работы, которыми мы сейчас занимаемся, и поэтому я хочу подчеркнуть, что это постоянная работа. Но я думаю, что старое повествование, имевшее значение несколько 10 лет назад, гласило, что если вы чувствуете депрессию, просто улыбнитесь. Если бы это сработало, у нас было бы намного меньше депрессии, чем мы видим снаружи. Верно, верно. Сейчас это еще не значит. Большинство людей, на самом деле находящихся в депрессии, просто не улыбаются так же хорошо. Например, когда вы меняете свою физиологию, разве это не начинает немного менять и то, как вы думаете о себе? Причина, по которой я называю это контрактом мозг-тело на ранней стадии, заключается в том, что мозг и тело постоянно находятся в диалоге. Итак, вы знаете идею о том, что когда мы в депрессии, мы склонны принимать позы более оборонительного типа, когда мы чувствуем себя хорошо. Мы склонны принимать более расслабленные и вытянутые позы. Все это правда. Но это не значит, что просто приняв вытянутую позу, я собираюсь полностью изменить свое мышление. Верно. Это первый шаг. Подумайте о двух взаимосвязанных шестеренках. Это одна шестеренка, которая вращает другую, но тогда им нужно как бы потанцевать вместе, прежде чем вы сможете запустить всю систему. И так далее. Как вы заставляете ее танцевать вместе? Именно так. Настолько субъективно, что есть один способ, которым субъективная мысль и обдуманная мысль очень сильно влияют на состояние ума и тела, чтобы ответить на ваш вопрос. Можете ли вы придумать выход из ледяной ванны, будучи холодным? Итак, пара важных вещей. Во-первых, просто немного углубимся в то, что такое мысли. Мысли все время возникают спонтанно. Они появляются как плохо отфильтрованное интернет-соединение. Но мысли также могут быть введены намеренно. Например, прямо сейчас я могу сказать. Хорошо, у меня есть мысль, просто решите написать свое имя, и вы можете это сделать. Я собираюсь решить. Напишите мое имя, и вы сможете это сделать. Так что это обдуманная мысль, которая говорит о том, что вы можете вводить мысли. Поэтому я думаю, что очень трудно контролировать негативные мысли напрямую, пытаясь подавить их. Как правило, они, как правило, просто хотят продолжать все время извергаться гейзером. Но мы можем привнести позитивную мысль. Вы можете думать о двух мыслях одновременно? Скорее всего, нет. Так что у вас может быть только одна мысль одновременно? Верно, но они приходят очень быстро. Но они приходят и уходят. Поэтому вы должны постоянно быть целеустремленными и обдуманными в том, что вы думаете. В противном случае, и спонтанная мысль вернется обратно. Это основано на вашем опыте, основано на сенсорных ощущениях, основано на том, как вы чувствуете или воспринимаете что-то. Ваше окружение, оно просто будет продолжать появляться. Верно. Так как же нам сознательно чаще думать о позитиве? Верно. Итак, я большой поклонник оздоровления, и я думаю, что это отличное сообщество, но оно, как правило, основано на абсолютных понятиях. И существует не так много оперативных определений, как мы говорим в науке. И что мне нравится в вашем вопросе, так это то, что вы просите действительно вникнуть в суть вещей, просите дать оперативные определения. Одна из самых опасных идей в области хорошего самочувствия и популярной психологии заключается в том, что ваше тело слышит каждую вашу мысль. Какая ужасная вещь навязывать ее людям. Вау. Какая сложная задача. Я не думаю, что люди должны пытаться подавить свои негативные мысли. Однако я думаю, что внедрение схем позитивного мышления имеет большую ценность. Причина не в том, что я думаю, это просто потому, что я так думаю, а в том, что на самом деле существует нейрохимическая основа для борьбы со стрессом. Для того, чтобы сделать стресс более терпимым и расширить способность человека прилагать усилия. И это относится к дофаминовому пути. Таким образом, молекула дофамина это награда, она высвобождается в мозге, когда вы выигрываете игру, заключаете сделку вы. Кому-то нравится любовь всей вашей жизни. Кому-то нравится ваша фотография. Кому-то нравится ваша фотография, великая любовь всей вашей жизни, вы завершаете что-то. Но большая часть нашего выброса дофамина происходит не от достижения целей. На самом деле он высвобождается, когда мы находимся на пути к нашим целям, когда мы преследуем свои цели, и мы думаем, что находимся на правильном пути. Вот почему многие люди впадают в депрессию после достижения большой цели, потому что им кажется, что я должен чувствовать что-то большее. Я чувствовал это в течение двух минут, и это все? Это верно. Люди с высокими достижениями знают, что нужно присоединять дофамин к процессу усилий. К стремлению к успеху, повседневным задачам, росту, урокам, потерям, как и ко всему остальному, не так ли? Что же это может привести к некоторым победам на этом пути? Но мышление о росте, которое является академическим открытием и лабораторным открытием моей коллеги Кэрол Двек из Стэнфорда. Отличительной чертой мышления о росте на самом деле являются две вещи. Во-первых, я сейчас не там, где хотел бы быть, но я буду там, в конце концов я способен туда попасть. Во-вторых, нужно привязать чувство вознаграждения к самому процессу усилий. На самом деле. Вознаграждайте не результат, а усилие. Это верно. И если вы посмотрите на настоящих высокоэффективных людей, людей, которые неизменно хороши в том, что они делают, они не заглядывают внутрь, не переживают послеродовую депрессию, не терпят крах и не возвращаются, и их жизнь — это цикл взлетов и падений, но на самом деле люди, которые постоянно находятся на этой восходящей траектории, эти люди придают дофамину к процессу усилий. И на самом деле Кэрол — одно из ее оригинальных исследований, посвященных открытию установки на рост. Касалось этих детей, которые любят решать математические задачи, которые, как они знали, не могут решить правильно. Похоже, что люди любят головоломки, но в данном случае они знали, что не смогут решить их правильно, но им нравится это делать. И случайно это или не очень случайно. Эти дети фантастически разбираются в математике, когда есть правильный ответ, потому что они чувствуют некоторое вознаграждение от процесса усилий. Самое классное в дофамине то, что он очень субъективно контролируется. Мы все можем научиться выделять дофамин в нашем мозге в ответ на вещи, которые являются чисто субъективными. Наша интерпретация. Наша интерпретация. Но это должно быть привязано к реальности. Никогда не следует путать. Что реально? Верно. Итак, если вы думаете о тех усилиях, которые вы затрачиваете, давайте предположим, что кто-то прямо сейчас в финансовом отношении находится на подъеме. И он, например, открывает новый бизнес, и это трудно. Если они смогут уделять несколько минут или минут каждый день размышлением о том факте, что процесс усилий позволяет им вылезти из своей норы потенциально, что это дает им возможность, что каким-то образом они находятся на правильном пути, или если они не движутся по этому пути, или по крайней мере ориентируются на правильном пути. Они не валяются в постели весь день, они идут по пятам, они предпринимают отойдитель. Если они смогут вознаградить этот процесс внутренне, произойдут две вещи. Во-первых, мозговые цепи, которые связаны с формированием субъективных вознаграждений дофамина, станут сильнее, так что вы станете лучше справляться с этим процессом. И во-вторых, и это самое главное, дофамин обладает удивительной способностью буферизовать адреналин и адреналин. И я имею в виду, что пару лет назад в журнале Cell, превосходном журнале, журнале Cell Press Journal, было опубликовано исследование, показывающее, что при повторяющихся усилиях мы используем и выделяем все больше и больше адреналина. Это что-то вроде адреналина, но в мозгу. С большим усилием. Каждый раз, каждый раз, когда вы прилагаете усилия. Поэтому каждый раз, когда вы делаете, давайте оставим это, если бы я рассматривал это в деловом контексте, каждый раз, когда вы пишете это электронное письмо. Каждый раз, когда вы, давайте посмотрим, это человек, который является мастером или мастерицей. Каждый раз, когда вы работаете в магазине и делаете это, прилагая все усилия, вы снимаете немного денег с этого адреналинового счета. Вы тратите адреналин впустую. В какой-то момент этот уровень адреналина становится достаточно высоким, чтобы вам захотелось бросить курить. Это утомительно. И это было сделано в прекрасном исследовании, где они контролируют визуальное окружение и заставляют испытуемых прилагать усилия. И они могут контролировать визуальное окружение, поэтому иногда усилия, направленные на то, чтобы сделать шаги и двигаться вперед, на самом деле это своего рода толчок вперед. И своего рода плавательное движение дает им ощущение, что они действительно добиваются прогресса. А в других случаях это было бесполезное упражнение, когда они просто удерживали визуальный мир неподвижным, затрачивали усилия и не думали, что куда-то денутся. Адреналин растет, 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 и в конце концов они бросают курить. Теперь дофамин способен оттеснить этот адреналин и дать вам кому угодно ощущение, что вы можете продолжать. И возможно даже ощущение, что вы хотите продолжать. И вы видели это на самом деле, как будто футбол, хороший пример. Играют две команды, скажем, в суперкубки. Обе команды все время прилагают максимум усилий. Да. Максимум усилий. У команды, которая побеждает внезапно в одно мгновение, хватает энергии прыгать повсюду, веселиться целыми днями. Они могут говорить, у них есть это. Они устали прямо перед этим. Это был не гликоген и не запасенная энергия какого-либо рода, за исключением нервной энергии. И то, что произошло, было усилием, это адреналин, 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 адреналин. В конце концов люди бросают курить. Они просто бросают курить. Дофамин способен подавить это, и поэтому вы прилагаете усилия, но делаете это из чувства, что у вас есть для этого энергия. Итак, нам нужен дофамин, чтобы продолжать прилагать усилия. Это то, что я от вас слышу. Это верно. Дофамин — это не просто вознаграждение. Это одно из самых больших заблуждений. Дофамин — это мотивация и драйв. Он подобен реактивной струе, которая движет вас по пути. Как нам получить больше дофамина? Вы практикуетесь в субъективном высвобождении дофамина в своем сознании. Вау! Хорошо, это отличный вопрос. Во-первых, есть способы добиться большего высвобождения дофамина с помощью мыслей лекарств или пищевых добавок. Я хочу внести предельную ясность. Есть лекарства. На самом деле есть два препарата, которые вызовут массовое высвобождение дофамина. Они называются кокаин и метамфетамин. Это то, что делает нас зависимыми, потому что это так приятно. Проблема, собственно, в том, что кокаин и метамфетамин стимулируют высвобождение такого количества дофамина, что наркотик становится единственным источником. Это становится целью пути. Это становится путем и пунктом назначения. И вы смотрите на жизнь людей, когда они употребляют много кокаина и метамфетамина, и этот базовый уровень их жизни очень быстро снижается. Потому что нет причин усердно работать над чем-то другим, потому что вы чувствуете себя хорошо. Совершенно верно. И это самое сильное чувство, которое вы испытаете, так зачем же делать что-то еще, когда вы можете испытать это чувство? Это верно. И если вы подумаете об этом, вспомните эти нейрохимические системы, адреналин, кортизол, дофамин, адреналин, они не были разработаны для того, чтобы защищать нас от тигров. Охотиться и собирать или создавать компании из списка Fortune 500. Они были созданы для того, чтобы делать все, что угодно. Они были разработаны так, чтобы быть универсальными, чтобы в зависимости от наших обстоятельств мы могли адаптироваться. В контексте животных, животное, которое, скажем, охотится или нуждается в пище для своих детенышей, будет испытывать возбуждение. Это стресс, это кортизол. Это похоже на голод. Мои дети могут не есть, я могу не есть. Может быть, он ищет себе пару. Он почувствует волнение и начнет искать, бродить и искать. В мире поведения животных это называется добычей пищи. Это добывание пищи. В какой-то момент он может уловить запах чего-то потенциального партнера, или ягод, или ручья, если он хочет пить, в этот момент высвобождается дофамин. И теперь у него есть энергия, чтобы продолжить этот путь. В то время как в мозге есть определенный путь, который связан с депрессией и разочарованием, если он идет в это место, и оказывается, что это был неправильный путь. Появляется сигнал, который фактически подавляет дофамин, чтобы вы больше не повторяли эту ошибку. Значит, вы не сдаетесь. Это верно. Вы просто не повторяете этого снова. Это верно. И те события. Так что это напоминает вам о том, что это не тот путь, по которому нужно идти. Это верно. Интересно. И здесь мы как бы склоняемся к нейропластичности, которая представляет собой способность мозга изменять себя в ответ на опыт. Дофамин является одним из сильнейших триггеров нейропластичности, потому что он говорит о том, что эти действия ранее приводили к успеху. Вы собираетесь повторить их. Идите и делайте. Эти действия ранее приводили к неудаче. И не повторяйте их. Таким образом, дофамин побуждает нас оставаться на правильном пути. Это верно. Итак, вы спросили, как вы это делаете. Чтобы действительно сделать это конкретным. А не слишком ли много... Существует ли такая вещь, как слишком много дофамина, если вы не принимаете наркотики? Значит, кокаин, амфетамин — это плохо, потому что они снижают уровень жизни. Они делают людей очень сосредоточенными на вещах, вне их самих. Это еще одна вещь, которую делает дофамин. Это может быть положительным или отрицательным, но когда у нас есть дофамин в нашей системе, мы склонны смотреть вовне и стремиться к чему-то в нашем окружении. Вы можете посмотреть на кого-то, принимающего кокаин, и понять, что это крайняя версия этого. Но вы знаете, я люблю социальные сети по той причине, что вы видите молекулы в мемах. Так что это похоже на то, чтобы заняться этим, что делают акулы в понедельник. Или я не могу вспомнить конкретные вещи. Или тогда они такие, иногда просто пора расслабиться. Это совсем другая молекула. Это серотонин, верно? И тогда дофамин — это следующая за ним молекула. А адреналин — это усилие. Так что если бы мы собирались разбить это по-настоящему конкретно, мы бы сказали, что адреналин и адреналин связаны с усилием. Просто с усилием, без каких-либо субъективных ярлыков, хороших или плохих. С усилием. Независимо от того, испытываете ли вы стресс или нет, преследуете ли вы то, что хотите сделать, это просто усилие. Дофамин связан с вознаграждением, но в большей степени с мотивацией и стремлением к вознаграждению. И мы немного вернемся к этому, но серотонин — это другой источник вознаграждения, но он приходит из более расслабленных состояний, и он перезагружает всю систему. И он связан с такими вещами, как сон, благодарность, медитация и особенно благодарность. И затем, я думаю, в довершение всего, система кортизола больше похожа на долгосрочный стресс. Да, хорошо, и так, мы все слышали поговорки, как поживаете. Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Или как вы съедаете слона по одному кусочку за раз. Или это все изречения, и они восходят к Библии и более ранним временам, верно? Это не ново, это не новые изречения, но они проявляются в разных формах. Однако, что теряется в этих кратких описаниях, так это то, что каждый шаг не эквивалентен. Если бы путешествие в тысячу миль начиналось просто с одного шага, каждый преследовал бы свои цели. Каждый сопротивлялся бы невзгодам. Все я имею в виду, что вы можете читать вдохновляющие истории столько раз, сколько вам нужно, и я действительно думаю, что вдохновляющие истории — это очень высокая ценность. На самом деле, я думаю, что это замещающий дофамин. Я думаю, что они дают нам ощущение того, что мы могли бы, которая затем ориентирует, надежду, которая затем снова ориентирует нас на мир. Для начала, да-да, может быть, это возможно для меня. Это верно. Так что давайте скажем, давайте возьмем пример с кого-нибудь, кто это делает. Но теперь, когда мы закончили, это та история, в которой речь идет не о том, чтобы просто делать один шаг и по одному шагу за раз. Не потому ли это, что через каждые 10 шагов вас ждут невзгоды, и поэтому это становится все труднее и труднее? Это не просто так. Это просто очень нелинейно. Вы знаете, бывают дни, вы знаете, я знаю, это по своей научной карьере, знаете, иногда это легко, иногда трудно, это повсюду, не так ли? Поэтому я думаю, что следует помнить, что дофамин — это невероятно мощная молекула, которая позволяет нам буферизировать процесс усилий. Он позволяет нам прилагать усилия дольше, и это позволяет нам действительно в конечном итоге наслаждаться процессом усилий. И не думать о награде, а просто сказать, «О, я наслаждаюсь процессом». Верно, вы только что описали первый шаг. Первый шаг в том, чтобы научиться присоединять дофамин к процессу усилий, который является ключевой операцией для достижения успеха. Это быть очень осторожным в том, насколько сильно вы фокусируетесь на конечной цели. Помнить о цели очень важно для правильной ориентации. Вы должны знать конечный пункт назначения. Но если бы в какой-то момент мы должны были оценить наш прогресс относительно этой конечной цели, или если бы мы не знали, какова конечная цель, то там был бы огромный разрыв. И это может показаться ошеломляющим. И угнетающим, и я недостаточно хорош, и я должен просто сдаться. Для чего я это делаю? Это верно. Эти мысли повлияют на население. И они очень реалистичны, не так ли? Как скажут Кэрол и другие люди в области психологии, позитивный разговор с самим собой часто, если вы не делаете это правильно, вы сильно ошибаетесь. Ложь самому себе не сработает. Говоря, что я победитель, я победитель, я победитель, когда вы еще не проиграли. Или вы еще не выиграли, это здорово, но это не самое эффективное использование этих систем. Вы также нечестны с самим собой. Вы говорите себе неправду. Верно. Вы такой, а потом теряете способность быть уверенным в себе, потому что вы просто обманываете себя. Верно. И если это действительно экстремально, то для этого есть название «бред, не так ли?» Не так ли. И люди начнут указывать на это, и тогда вам станет труднее вербовать людей для достижения ваших целей. Поэтому я думаю, что главное — привязать это чувство вознаграждения к процессу усилий. Это говорит о том, что вы смотрите, я ориентируюсь в правильном направлении и вознаграждаю за то, чего вы не делаете. Я не отступаю на шаг, я не просто остаюсь. Держу пари. Недавно мне в голову пришел хороший пример этого. У меня есть хороший друг, он 9 лет отслужил в командах морских котиков. Его зовут Пэт Досит. И мы говорили о том, что случилось с адмиралом Макривеном. Вставайте и заправляйте свою постель. И они действительно так делают. И я думаю, что это было описано так, знаете ли, так, что в конце дня, даже если все идет не очень хорошо, ваша кровать все равно застелена. Честно говоря, для меня это не такая уж большая награда. Верно. И поэтому я так и сказал, и мне это нравится, хотя я заправляю свою постель. О, я определенно заправлял свою постель утром. Но я имею в виду, что возвращаясь назад и видя это в конце тяжелого дня, этого недостаточно. Я чувствовал, что там было что-то еще. Поэтому я спросил его, он сказал, что это очень интересно, потому что часть из них касается не просто застилания вашей постели, но и того, чего вы не делаете, застилая свою постель. Вы же не лежите в постели и не размышляете. Вы не встали на дыбы. И не разговариваете по телефону. Это верно. И так, когда вы смотрите на это, и вы провели много времени с людьми в высокоэффективных сообществах, в основном благодаря некоторой консультационной работе. Но вы обнаруживаете, что знаете ли, мы все можем быть либо на пятках, плоскостопием, либо передним центром масс. И когда вы смотрите на людей, которые находятся в этих высокоэффективных сообществах, они стараются держать свой центр масс впереди. Почти через то, что казалось тривиальными вещами, такими как заправка постели или приготовление чашки кофе. Но дело не только в том, что вы делаете, дело во всех вещах, которые вы не делаете, которые могут сбить вас с пути размышлений или направиться на путь нездорового поведения. Итак, ключ к этому в том, что если мы хотим быть предельно конкретными, нам, вероятно, следует сосредоточиться на действиях, и я буду использовать фитнес в качестве примера. Потому что он применим ко всем, в то время как обстоятельства у людей разные. Давайте предположим, что кто-то действительно хочет заняться фитнесом. Он ненавидит бег или хочет похудеть здоровым способом, что-то в этом роде. Итак, мы все слышали пример. В первый день вы ставите свою обувь у двери. На второй день вы ее надеваете. На третий день вы выходите за дверь. На четвертый день вы ходите вокруг квартала, а потом, в конце концов, как будто они бегут марафон. Хорошо, отлично, но чтобы поддерживать это поведение или даже сделать его приятным и дать вам энергию, главное субъективно вознаграждать эти шаги. Так что этого не будет, предположим, я выхожу на улицу и пробегаю милю, и моя цель пробежать 10 миль за несколько недель. Главное в том, что когда вы преодолеваете эту милю, самую трудную часть, вы хотите сказать себе, это хорошая часть. Это та часть, которая дает мне энергию. И я буду очень удивлен, если люди на самом деле не почувствуют, что могут продолжать дальше. Так что это путешествие в тысячу миль начинается с одного единственного шага. Но главное вознаграждать за более трудные шаги, а не за более легкие, и не за те, где вы получаете то, что хотите. Не вознаграждайте себя за то, что вы обулись и вышли на улицу. Вы могли бы это сделать, если бы это было для вас огромным препятствием. Если бы это было очень тяжело. Если бы вам было очень тяжело. Пробежать 10 миль это тяжело. Найдите стену и протолкнитесь немного дальше сквозь эту стену и вознаградите этот процесс. Вот почему я думаю, что повторения в тренажерном зале заключительные повторения, как и повторения до отказа, обычно не лучший пример. Во-первых, большинство людей не делают повторений до отказа. И это не относится к маленьким детям и тому подобному, где им, вероятно, не следует делать повторения в тяжелом весе до отказа, такого рода вещи. Однако, чего вы хотите, так это если вы собираетесь пойти туда, чтобы подумать об этом. Это трудная часть, потому что именно тогда адреналин, нарадреналин достигают максимума. И именно тогда у вас есть возможность вести дофамин и научить эти нервные пути хлопать, сэр, отступите. И я не хочу слишком сильно выделять их, потому что это очень узкоспециализированное сообщество, но вы смотрите на людей, участвующих в специальных операциях. Вы смотрите на процесс, например, на весь процесс оценки того, кто входит, а кто нет, это действительно ставит людей в стресс, сэр. Я вижу, кто может не просто справиться с этим стрессом, но и смягчить этот стресс. Вознаграждайте процесс за счет командной работы, вознаграждайте процесс снятия стресса за счет некоторого внутреннего диалога, который имеет все отношение к тому, чтобы не наступать на пятки, не стоять на месте, а двигаться центром масс вперед. И я также должен внести ясность, я не говорю о том, что все очень агрессивные всегда говорят, работайте, работайте, работайте. На самом деле, если вы тратите слишком много адреналина, если вы слишком большой адреналиновый наркоман, вы в конце концов перегорите, если только не сможете найти способы восстановить себя или компенсировать это дофамином. И процесс восстановления особенно важен. Существует вторая система вознаграждения. Таким образом, у вас есть дофаминовая система, и я думаю, чтобы действительно поставить точку в этом вопросе. Субъективное вознаграждение должно быть сделано на самом сложном этапе процесса. Тяжелый разговор со своей второй половинкой, это похоже на то, когда это действительно тяжело, и вы просто хотите начать говорить себе, это хорошая часть, потому что я молчу. Или это хорошая часть, потому что... Я реагирую. Верно, я не реагирую. Или это хорошая часть, потому что я, возможно, делаю это неправильно. Но я на правильном пути, не так ли? Они расстроены, они не чувствуют вашего сочувствия, знаете такого рода вещи, или вы на самом деле не понимаете, что происходит, вы расстраиваетесь. Но если вы скажете себе, что это так, это нейронный путь, который заземляется там, как будто он действительно набран, так что в следующий раз я пройду мимо этого. Именно так на самом деле работает этот процесс. Потому что, помните, никто не придет и не закапает вам в ухо дофамин, даже если вы получите миллиард долларов или получите Нобелевскую премию или станете президентом. Все это внутреннее дело. Все эти нейрохимические вещества являются внутренними, и хотя некоторые из них предназначены для высвобождения в ответ на очень рефлекторные вещи, такие как еда, секс, сон. Все эти вещи будут запускать эти нейрохимические вещества. У нас есть этот большой передний мозг, который позволяет нам помещать субъективный контекст в вещи. Как же тогда вы это делаете? Как вы субъективно вводите дофамин в свой мозг посредством ежедневного разговора с самим собой? Итак, прямо сейчас я прохожу через процесс, когда пытаюсь написать книгу. И это трудно. Это трудно. И мне сказали, что чем труднее это, тем лучше у меня, вероятно, получается. И я такой, отлично, мой редактор готов убить меня, потому что я медлительный, и я знаю, и я очень медлительный человек. Я свожу людей с ума. Я как Ледникова медлительный, потому что наука идет медленно, а я люблю все делать правильно. Вы хотите поторопиться? Мне нравится все делать правильно, но я очень горжусь тем фактом, что за всем, что мы опубликовали, я могу стоять. Это было лучшее, что мы могли сделать с помощью инструментов на тот момент. И я просто знаю, что когда я оглядываюсь назад на писательскую карьеру или научную карьеру, я хочу быть в состоянии сказать, каждый журнал, в который мы помещали, это был надежным. Все было надежным, нам было весело это делать, отношения, поэтому я не тороплюсь. Но как следствие, я нахожу, что в наши дни существует много помех. Я думаю, что социальные сети, это здорово. Я преподаю неврологию в социальных сетях, потому что считаю важным просвещать общественность. Это тоже отвлекает. Но это невероятно. И невероятно, сколько времени и энергии это может отнять. Поэтому то, что я начал делать сейчас, это выключать свой телефон и запирать его в сейфе, и я испытываю крайнее беспокойство. Не так ли? Это так странно. Почему это так? Это потому, что он дает вам так много дофамина, что когда у вас его нет? Ну, это страшно, потому что я на самом деле думаю, краткий анекдот, в выходные я был за рулем, там был ребенок, которого я наставлял. И я поднял свой телефон и отправил сообщение, пока я был за рулем. И он сказал мне, что мне было действительно неловко. Он сказал, я бы хотел, чтобы вы не писали смс-ки за рулем. И я положил это, положил и понял, что это безумие. Я знаю, что моя жизнь и его жизнь гораздо важнее, а жизни окружающих меня людей гораздо важнее любого текстового сообщения, а это значит, что я поступал нерационально. На данный момент это просто чистый рефлекс. Так что я не думаю, что беру трубку, потому что я даже не знаю, что я там больше ищу. Это просто стало рефлексивным. Вау, что касается меня в последнее время, то чем дольше я могу хранить этот телефон в сейфе и писать грант или эту книгу, тем больше я говорю себе, что агитация — это хорошо. По крайней мере, я этого не делаю. А потом я обнаруживаю, что когда я начинаю писать и включаюсь в процесс, мне становится хорошо, и я делаю паузу и говорю, хорошо, я все контролирую. Я полностью контролирую свое поведение. Я могу убрать эту штуку. Там может начаться ядерная война, и я все равно это делаю. Я контролирую свои мысли, свои чувства и поведение. Поэтому я говорю себе это, и тогда я обнаруживаю, что у меня огромная энергия, и все, что я хочу делать, это писать. И я как бы погружаюсь в этот процесс. Вау! И я думаю, что иногда людям нужно написать эти вещи для себя, чтобы они были действительно конкретными. Я думаю, что некоторые люди настолько неумелы в субъективном вознаграждении, что изложение этого действительно мощно. Так, чтобы вы написали для себя в качестве субъективной награды за этот опыт. Пока я пишу, я на правильном пути. Пока я не пишу, я смотрю на свой телефон, я не на правильном пути. Потому что для меня две или три вещи, которые наиболее важны для моей карьеры, это получение грантов, работа над рукописью этой книги и написание научных рукописей. Есть и другие вещи. И все остальное, чего вы не делаете, удерживает вас от этого. Это верно. Так что вам нужно быть сосредоточенным, сосредоточенным и двигаться вперед, чтобы делать эти вещи. Это правильно. Поэтому я не делаю никаких прыжков, силовых поз и тому подобного. Я буду использовать инструменты, чтобы как бы увеличить свою дозу. Есть определенные песни, которые действительно встроены в меня. Эмоционально. В мои эмоциональные переживания, которые восходят к тем временам, когда я был диким подростком, катающимся на скейтборде в стиле панк-рок, и которые меня заводят. И я думаю, что есть реальная польза, это чистый дофамин. Это всего лишь мгновение, но это ненадежно. Вы должны субъективно поддерживать себя мотивированным, я думаю, не так ли? Это верно. И так далее, а потом, если я закончу главу, я остановлюсь на мгновение и просто улыбнусь и посмеюсь над собой. Я большой любитель саморефлексии с юмором и просто думаю, что это безумие, вы знаете, мой мозг находится под моим контролем. Найдутся люди, которые скажут, что свободы воли нет, но я в это не верю. Я вложил свои руки во многие мозги. Вы стимулируете определенные области мозга, люди что-то делают. Вы стимулируете другие области мозга, люди о чем-то думают. В конечном счете, если у вас в голове нет электродов и кто-то их не стимулирует, мы контролируем свои мысли и поведение. Мы не можем контролировать их все, но моя цель быть максимально обдуманными и нерефлексивными в жизни. Это моя цель с того момента, как я просыпаюсь утром и до тех пор, пока я не лягу спать. Как нам добраться до этого места? Понемногу и вознаграждая за каждую вещь. Если вы встанете и вы, я воспользуюсь примером застелите постель, застелите постель, вы не встали на пятки, вы делаете чашку кофе, вы садитесь, вы записываете что-то в дневник, вы тренируетесь, может быть вы звоните родственнику, который по вашему мнению может понадобиться хочу услышать от вас или с кем вы хотели бы поговорить. Вы делаете что-то обдуманно, так важно просто быть обдуманным и научиться отталкивать то, что пытается заставить вас рефлексировать. Я подумал. Рефлексивность это то же самое, что реактивность или что такое рефлексивность? Да, и так существует два режима работы мозга, так что теперь все становится немного сложнее. Но один из них преднамеренный, когда мы думаем о продолжительности пути и результате. Что мне делать? Что, но вы знаете, как долго я должен это делать и каков результат. Обдумайте это. Да. Намеренно. И это похоже на работу. Это то, что люди должны понять. Это обдуманная мысль, обдуманное действие, написание книги, выполнение тренировки, которую вы не хотите делать, чтобы это ни было, ведение беседы, это должно быть тяжело. Это должно быть тяжело. Но вы должны субъективно вознаграждать себя за это, чтобы у вас получалось лучше. Так что это должно быть тяжело, потому что это связано с высвобождением этих нейрохимикатов, которые создают это возбуждение. Умственное напряжение, которое вы испытываете, когда чему-то учитесь, является спусковым крючком для нейропластичности, для изменения вашего мозга. Давайте повторим еще раз. Умственное напряжение, которое вы испытываете, делая что-то, это то, что... Является спусковым крючком для нейропластичности. Какая нейропластичность позволяет вам расширить свой разум, чтобы делать больше вещей? Это верно. Итак, нейропластичность это процесс принятия чего-то, где есть продолжительность, путь и результат. Где я много работаю, я много думаю, Может быть, это тяжелый разговор. Может быть, это бизнес-план. Может быть, это научная карьера. А цель нейропластичности состоит в том, чтобы сделать вещи рефлексивными, чтобы вам не нужно было думать о них, не так ли? Например, я только начал посещать занятия по испанскому языку один на один, и это чрезвычайно тяжело. Мне хочется спросить, почему я это делаю. Мне потребуются годы, пока я научусь разговаривать. Кто знает, сколько времени пройдет, пока я не овладею беглым языком. Если это так сложно, как на этом этапе, чувак, станет ли когда-нибудь легче? У меня бывают такие моменты каждый раз, когда я провожу занятия, я думаю, это отстой. Верно. Потому что я такой, о, мне 37 лет, могу ли я выучить этот язык на данном этапе? Это намного проще, когда вам 5. Сейчас это почти невозможно. Я смотрел ваше видео по этому поводу пару дней назад в социальных сетях. И видео, о котором вы говорили, да, с возрастом становится сложнее развивать свою нейропластичность, но это почти то же самое, что я слышу от вас. Это единственный способ жить. Чем старше вы становитесь, вам нужно постоянно расширяйте его. В противном случае вы будете двигаться задом наперед. Это верно. Когда вы хотите выучить что-то новое, например, испанский или новый физический навык, ваш разум переключается. Включается передний мозг и говорит, хорошо, мы будем обращать внимание на вещи. А теперь что я делаю? Я так устаю, я такой. И мы получаем, мы начинаем делать оценочные вещи по отношению к другим людям, к самим себе. И вы можете начать использовать всевозможные примеры, такие как... Подождите, вы знаете, в вашем случае я был профессиональным спортсменом, или я хочу внести ясность, я никогда не был профессиональным спортсменом. Но вы были профессиональным спортсменом. Профессиональный спортсмен, вы добились успеха в других сферах жизни, но это все равно похоже на усилие, не так ли? Итак, но эти усилия предпринимаются потому, что происходят две вещи. Во-первых, выделяется адреналин-адреналин, так что ощущения не очень приятные. Это не весело. Это похоже. И затем, в дополнение к этому, сосредотачиваясь на чем-то, вы привлекаете нейромодулятор, называемый ацетилхолином, который связан с молекулой фокусировки. Сейчас это важно. Это требует энергии и усилий. Это требует энергии и усилий. Вы чувствуете это в своем теле и в своем мозгу, и это имеет тенденцию выделять, ацетилхолин выделит области вашего мозга, которые активны на этом этапе обучения. Когда учитель говорит или вы говорите и прилагаете это усилие, это обращает внимание на то, как вы двигаете ртом. Как это звучит, как и для вас, сигналы обратной связи, и они помечают эти области мозга для изменений. А потом, позже, когда вы спите, или когда тренируетесь, или когда вы с кем-то разговариваете, именно тогда в мозге происходит изменение. То есть во время реальной деятельности. Это верно. Это когда вы не занимаетесь этой деятельностью, отдыхаете или восстанавливаетесь, когда она начинает расширяться или усиливаться. Итак, нейропластичность, которая представляет собой способность мозга изменяться в ответ на опыт. И является основным способом, с помощью которого мы переходим от преднамеренных действий, продолжительности и результата к рефлексивным действиям и мышлению. Этот процесс состоит из двух частей. Одна из них — спусковой крючок, который у взрослых срабатывает при сосредоточенности и внимании и даже при повышенном возбуждении. Чем больше вы чувствуете разочарование, тем больше вы на самом деле запускаете процесс обучения. Это говорит о том, что это важно, это важно, потому что мозг просто хочет делать то, что он хочет. Ему нужно дать себе сигнал. О, это должно быть, нужно изменить. А затем вторая часть — это глубокое расслабление, медитация, в частности, форма медитации, называемая йога-нидра, о которой мы могли бы поговорить. Но формы глубокого расслабления, глубокого сна, такие как медленный волновой сон. Именно тогда связи между нейронами, называемые синапсами, действительно становятся сильнее. Именно тогда удаляются те связи, которые вам не нужны. И это также происходит в некоторых случаях, когда в вашем мозгу фактически рождаются новые нейроны, которые помогают этим цепям говорить по-испански. Вот почему, когда я рос в спорте, я помню, что летом ходил в баскетбольные лагеря и всегда учился новой работе ног. И я всегда просто хотел быть похожим на модного парня, делающего что угодно, наклоны пальцев или что-то в этом роде в детстве. Но потом мы ездили в эти баскетбольные лагеря и просто работали над основами, работой ног и прочими разными вещами. И я помню, как переживал момент, когда это было очень неприятно и сложно. Я подумал, я этого не понимаю, и у меня это не получится. Но потом на следующий день я возвращался, и у меня внезапно появлялось желание сделать это после нескольких раз. Но я так и не научился делать это в данный момент. Я всегда говорил, хорошо, может быть, у меня это и получилось однажды, но потом я запнулся. Это было на следующий день или в ближайшие несколько дней, когда я думал, о, я могу это сделать. Это просто проявилось. Это проявилось. Это просто проявилось. И это потому, что когда он способен расслабиться, он тогда устанавливает связи о том, как это сделать. Да, так что в глубоком с ней покоя связи действительно выстраиваются. Это похоже на силовые тренировки, не так ли? Тренажерный зал немного вводит в заблуждение, тренировка с отягощениями, потому что люди получают знаменитый насос. И таким образом они получают визуальное представление о том, как они могут выглядеть позже. Но потом, конечно, все возвращается на круги своя, верно? Но настоящая гипертрофия, увеличение мышечных волокон и укрепление нервных связей между волокнами происходит позже, когда вы спите. Так что то же самое происходит и с нейропластичностью. Насколько важно для нас постоянно учиться и бросать вызов своему разуму по мере того, как мы становимся старше? Я считаю, что это очень важно для того, чтобы жить полноценной жизнью. И вы знаете, мой герой в этом фильме, точнее два героя. Это я бы сказал Ричард Фейнман, великий физик, у которого было очень игривое отношение к обучению. Это одна вещь, которую я действительно должен проиллюстрировать, если вы испытываете разочарование и напряжение, ощущение игры, это здорово. Потому что в игре у вас есть сосредоточенность, у вас есть намерение и бдительность, и это держит вас достаточно легким, чтобы произошел выброс дофамина. Дофамин высвобождается в игре не просто так, потому что дети и животные, молодые животные и маленькие дети учатся социальному взаимодействию через игру. Да. Щенок кусает другого щенка, и щенок громко лает. Вот почему у них такие острые щенячьи зубы. Сказать, что это слишком сильный укус. Тогда они еще немного поиграют. Это они нашли себя, они находят границы дозволенного. Они находят пределы, до которых они могут применять физическую силу для причинения вреда другому или просто для игры. Они учатся мягко кусаться. Игра у животных — это древняя форма отбора проб этих нейронных путей. И став взрослыми, мы склонны быть более требовательными к себе. Мы не склонны так много играть. Ричард Фейнман — это тот, кто действительно включил много игр в свою взрослую жизнь. Он научился не только тому, что был лауреатом Нобелевской премии по физике, но и играть на барабанах бонго. Он научился бы рисовать и рисовать в конце своей жизни. Он делал плавучие танки, он был немного диким человеком, но ему было очень весело, и он учился всю жизнь. Поэтому я думаю, что это важно, потому что это отличный способ научиться высвобождать дофамин, и это отличный способ расширить свой жизненный опыт. Это когда мы были... Когда я был в Польше с Вимом Хоффом в начале этого года, я взял группу примерно из 13 парней. И мы все нервничали, чтобы попасть в этот ледовый клуб вместе на 10 минут, например, сюда. И в течение первых двух минут это было невесело. Мы просто подумали — это отстой, это холодно. Но потом вдруг мы подумали — давайте повеселимся. Мы пробудем здесь еще 8 минут. Мы могли бы с таким же успехом попытаться насладиться этим. Поэтому мы начали скандировать, мы начали петь, мы начали как бы в едином ритме вместе, улыбаясь. И это было похоже на то, что так приятнее. Это все равно будет непросто, но вы могли бы с таким же успехом попытаться получить максимум удовольствия от испытания, чем просто страдать, не так ли? Да, команда и сообщество не случайно являются мощным инструментом для снятия стресса. Опять же, посмотрите на высокоэффективные команды, такие как команды морских котиков или другие подразделения специальных операций. Команда — это большая ее часть за то, что она функциональна в реальной работе. Почти невозможно получить кредит, если вы морской котик, не так ли? Да, есть и другие подразделения специальных операций, где на самом деле все больше сосредоточено на одиночных миссиях. Да, там есть люди, которые очень хороши в этом, но командная работа — отличный способ смягчить реакцию на стресс. Да. И поэтому ранее вы спрашивали, есть ли какой-нибудь способ сделать так, чтобы было не холодно? Я думаю, ответ отрицательный. Но есть способ сделать холод неболезненным. Верно. И вот тут-то и вмешивается дофамин. Еще одна важная вещь, поскольку мы говорили о нейропластичности, вы запускаете ее с помощью сосредоточенности, усилий и напряжения. Это то, что дети могут очень легко учиться. Их мозг гиперпластичен. И очень быстро вся работа молодого мозга состоит в том, чтобы воспринимать то, чему его учат, и очень быстро передавать это рефлексу, включая мораль и убеждения. Автоматически. Да, и вот что еще страшно. То, что дети слышат, во что они верят и чему подвергаются, эти убеждения становятся рефлексивными. Сейчас, примерно в 25 лет или около того, мозг все еще пластичен и остается пластичным на всю жизнь, но тогда вам нужно больше внимания. И вам нужно то, что называется самонаправленной пластичностью, нейропластичностью. Самоуправляемый — это означает, что единственный человек, который может изменить свой мозг лучшему примерно после 25 лет. Это настоящий человек. Вы не можете навязать кому-то нейропластичность, но не можете навязать кому-то нейропластичность. Посмотрите на высокоэффективные команды, такие как команды морских котиков или другие подразделения специальных операций. Команда — это большая ее часть за то, что она функциональна в реальной работе. Почти невозможно получить кредит, если вы морской котик, не так ли? Да, есть и другие подразделения специальных операций, где на самом деле все больше сосредоточено на одиночных миссиях. Да, там есть люди, которые очень хороши в этом, но командная работа — отличный способ смягчить реакцию на стресс. Да. И поэтому ранее вы спрашивали, есть ли какой-нибудь способ сделать так, чтобы было не холодно? Я думаю, ответ отрицательный. Но есть способ сделать холод неболезненным. Верно. И вот тут-то и вмешивается дофамин. Еще одна важная вещь, поскольку мы говорили о нейропластичности, вы запускаете ее с помощью сосредоточенности, усилий и напряжения. Это то, что дети могут очень легко учиться. Их мозг гиперпластичен. И очень быстро вся работа молодого мозга состоит в том, чтобы воспринимать то, чему его учат, и очень быстро передавать это рефлексу, включая мораль и убеждения. Автоматически. Да, и вот что еще страшно. То, что дети слышат, во что они верят и чему подвергаются, эти убеждения становятся рефлексивными. Сейчас, примерно в 25 лет или около того, мозг все еще пластичен и остается пластичным на всю жизнь, но тогда вам нужно больше внимания. И вам нужно то, что называется самонаправленной пластичностью, нейропластичностью. Самоуправляемый, это означает, что единственный человек, который может изменить свой мозг лучшему примерно после 25 лет, это настоящий человек. Вы не можете навязать кому-то нейропластичность, положительную нейропластичность. Так что еще один элемент, который действительно важен для пластичности, это фаза глубокого отдыха. И она связана с высвобождением молекулы нейромодулярного серотонина. Серотонин, это молекула вознаграждения, точно такая же, как дофамин. За исключением того, что он высвобождается в мозге в ответ на субъективное переживание того, что у нас достаточно ресурсов. И так, когда мы плотно едим или наслаждаемся, еще лучше, когда мы наслаждаемся едой с друзьями или семьей. И это просто похоже на один из тех невероятных вечеров. Вы знаете, вы перезагружаетесь. Это то самое ощущение перезагрузки. Это антидепрессивный эффект. Когда мы рядом, когда вы обнимаете, если вы обнимаете своего ребенка или партнера, которого любите, или свою собаку, если вы любите свою собаку, возникает это чувство, что вам достаточно. И таким образом, в то время как дофамин на самом деле является молекулой, которая заставляет нас смотреть на вещи за пределами нашей кожи, например, стремиться к чему-то. На самом деле это молекула мотивации к преследованию. Серотонин на самом деле означает ощущение того, что у нас его достаточно в ближайшем окружении. И это настолько мощно, потому что, если этот, извините меня, ящик с серотонином не будет периодически проверяться, мы не сможем очень долго возвращаться к процессу погони за дофамином вовне. Поэтому нам нужен серотонин. Абсолютно необходим. Чтобы чувствовать больше чего? Полного, целого. В безопасности. В безопасности. Как только вы почувствуете, что это то место, где люди, вы знаете, я думаю, что те, кто добивается успеха, ошибаются без каламбура, где действительно важно стремиться к этому. И быть жестким за рулем. Но вы знаете, мы все видели примеры этого. Я видел многих из них в Силиконовой долине, друзья, которые очень преуспели в области технологий, доходят до того, что достигают финишной черты. А затем у них не так много или не так много людей, с которыми можно поделиться этим, и они оказываются очень изолированными и подавленными. А затем они проходят через весь этот цикл попыток найти себя, и вам нужно сбалансировать уровень серотонина и дофамина, может быть, в течение дня, может быть, в течение недели. Вы знаете, я думаю, что в религиозных практиках действительно во всех религиях есть что-то вроде субботы. Есть период отдыха. Вы знаете, для многих-многих, я думаю, для всех них. В этом есть смысл, потому что должно быть обновление, независимо от того, исповедуют ли люди религиозную практику или нет, должно быть обновление. Выздоровление. Выздоровление для восстановления иммунной системы. Вы не можете управлять иммунной системой всю неделю, всю неделю, всю неделю. Вам нужно восстановиться. Вот почему я люблю спортивные аналогии. Потому что есть предсезонная подготовка, есть сезон, есть послесезонный период, когда вы действительно испытываете сильный стресс и эмоции. А затем наступает послесезонный период. Сейчас межсезонье. Верно. Не просто так. Вы не можете быть в сезоне 10 лет. Да. Подряд вы должны находить время, чтобы расслабиться и провести прощальную неделю. Это похоже на то, что если у вас не будет прощальной недели, вы, вероятно, в конце концов, получите травму. Так что это все равно, что пытаться создать это в своей собственной жизни. Вы делаете это и для себя тоже. А у вас есть? Определенно, у меня есть вещи, которые я делаю каждый день. И у меня есть вещи, которые я делаю еженедельно. Я менее хорошо отношусь к ежегодному отпуску. Я никогда этого не делал. Так что я занимаюсь наукой уже 25 лет. Я уверен, что некоторые из моих бывших отношений сказали бы, правильно, на самом деле мы никогда не брали отпуск. Да, мы с моей бывшей девушкой подумали. Мы бы поехали, например, в Париж, Англию, в Германию. И я выступал с речами и речами. Я уверен, что некоторые из моих бывших отношений сказали бы, правильно, на самом деле мы никогда не брали отпуск. Похоже, я все еще чувствую какую-то вину по этому поводу. Но мы бы выделили день и сходили в галерею. Но потом я подумал, прямо сейчас... Это была и моя жизнь тоже. Это тяжело, вы должны найти этот баланс. К счастью, мне тогда было за 30, а когда вам за 20 или за 30, вам может сойти с рук меньше серотонина в вашем организме. Но сейчас вам нужно больше серотонина. О, безусловно. Так что же вы делаете каждый день, чтобы получать больше серотонина? Так что спать в достаточном количестве — это ключ к успеху. Практика, которая сослужила мне лучшую службу, не была медитативной практикой. Есть две практики, одна называется йога-нидра, то есть не предполагает никаких движений. Это буквально означает йогический сон. С ней я познакомился около пяти лет назад. Просто лежите на спине. Вы слушаете сценарий. На YouTube есть много сценариев, и это учит вас, тут нужно немного дышать, но на самом деле это сканирование тела. Вы учитесь входить в глубокое расслабление. Да. Я делаю это один или два раза в день. Если я просыпаюсь и не выспался, я делаю это первым делом. 5-10 минут. Мне нравится 20-минутный сценарий. Там тоже есть 10-минутный сценарий. Я могу дать вам ссылки на них, если они заинтересуют людей. Я не связан ни с каким бизнесом по йога-нидре, но мне нравится то, что я практикую, потому что я чувствую, что восстанавливаю сон, которого у меня не было. Тогда я чувствую себя действительно бодрым. Во второй половине дня, если я чувствую усталость, я буду заниматься йога-нидрой. Она также включает в себя некоторые намерения, в которых есть своего рода компонент псевдосамовнушения. И у меня есть коллега Дэвид Шпигель на кафедре психиатрии, который занимается клиническим гипнозом. И эти намерения, которые мы совершаем в состояниях глубокого расслабления, как известно, оказывают положительное влияние на мышление и действие. Это так, и облегчение боли, и даже исходы рака молочной железы, работа Дэвида показала это. Так что мы говорим не о сценическом гипнозе с кулоном, мы говорим. О самогипнозе. О самогипнозе или медицинском гипнозе. Ну это, как вы сказали, обдуманная мысль в противоположность реактивной мысли. Верно. И вы учите свое тело и мозг сознательно погружаться в глубокое расслабление. Вы это делаете. И это, я думаю, мощный инструмент. Вы говорите, хорошо лягте, расслабьте тело, расслабьте лицо, дышите медленнее. Вы говорите себе сделать это. Вы используете тело, чтобы контролировать разум. Это опять же, и вы намеренно отключаете свои мысли. Большинство людей не могут этого сделать. И поэтому для меня йога нидра была абсолютным усилителем, ускорителем, как бы вы это ни называли, для моей карьеры, жизни и благополучия. Это также помогает вам лучше засыпать, потому что одна из причин, по которой людям трудно заснуть, заключается в том, что они не могут отключить свои мысли. Таким образом, вы тренируете свою нервную систему, как это сделать. Я должен сказать, поскольку это звучит немного странно в пространстве Нью Эйдж, есть несколько исследований, исследований изображений, исследований позитронно-эмиссионной томографии и других, посвященных конкретно йога нидре. Над этим не работала моя лаборатория, хотя мы изучаем его в моей лаборатории как инструмент для снижения стресса и тревоги. Но эти исследования показывают, что 30 минут, по-моему, йоги нидры сбрасывают уровень дофамина в области мозга, называемой базальным ганглием, которая подготавливает мозг и тело к действию. Таким образом, эти состояния глубокого расслабления, даже если мы все еще бодрствуем, позволяют нервной системе перезагрузиться, чтобы она могла вернуться к активным действиям. Так что для новичков, если вы действительно хотите сделать долгую карьеру, вы хотите добиться высоких результатов на протяжении всей своей карьеры. Вы хотите иметь инструменты, которые позволят вам сбросить этот уровень дофамина, потому что это достигается, это оказывает огромное влияние, извините меня. На буферизацию адреналина, как мы уже говорили ранее. Но в дополнение к этому серотонин, это то, что сбрасывает дофаминовый путь. Так что теперь в том, что мы видим, есть своего рода логика. Вам нужно чередовать отдых и усилия. Вам нужно вознаграждать усилия. Вы должны понять. С отдыхом. С отдыхом. Итак, есть йога нидра, и я бы сказал, что лучшее время для ее выполнения, первое утро, перед сном ночью или в любое время дня. Другими словами, я считаю, что у каждого должен быть какой-то процесс глубокого расслабления, который является преднамеренным, который не включает в себя прием чего-либо внутрь. Ни еды, ни вина, ни напитков. Для некоторых людей напиток это нормально. Я сосредоточен на поведенческих инструментах. Пищевые добавки и лекарства имеют свое место, и вы знаете, есть люди с клинической депрессией, которые нуждаются в повышении уровня дофамина или серотонина. И я думаю, что даже несмотря на то, что такие лекарства, как Прозок, пользуются дурной славой, эти препараты также спасли миллионы жизней. Просто есть соответствующая доза и контекст, и некоторым людям не следует их принимать. Люди, я также слышу, как вы говорите, что вы должны принимать их, когда они вам нужны, когда вы физически не в состоянии создать для себя эти привычки и распорядок дня. Но как только вы примете их, они всегда будут вам нужны, пока вы не научитесь изменять свои действия в поведении. Совершенно верно. Не так ли? Это похоже на человека, страдающего ожирением, который в конце концов знаете, если он действительно не может двигаться. Верно, вы знаете. Может быть, ему действительно нужно сделать какую-то хирургическую процедуру, или ему нужно, или они делают что-то такое. Но затем, как только они начинают тренировать вас, я верю, что вы всегда хотите изменить поведение, сосредоточьтесь на поведении в первую очередь. Наберите данные о поведении. Все, о чем мы сегодня говорили, бесплатно. Все, о чем мы говорили, направлено на себя, так что это поведение. Тогда я думаю так. Я думаю, что диета очень важна для питания. Я думаю, что добавки определенно имеют свое место. Я думаю, мы прошли мимо нелепой идеи 80-х и 90-х годов. О, разве вы не можете получать все из того, что едите? Никто даже не может договориться о том, что мы должны есть. Верно. Каждый ученый, которого я знаю, кто серьезно относится к своему разуму и телу, принимает добавки. Да. У меня нет компании по производству пищевых добавок, я буду предельно ясен в этом, но у каждого из них есть свой режим питания. И я думаю, что сейчас мы наблюдаем изменение прилива, когда добавки больше не воспринимаются как нечто вроде нишевой вещи, которой занимаются только бодибилдеры и люди, продающие змеиное масло. Существует много змеиного масла, но есть также некоторые добавки, которые являются мощными для тех вещей, о которых мы говорим, для сна и всего остального. Мы могли бы поговорить о них, если хотите, но я думаю, что это поведение, питание, добавки. И еще есть место для отпускаемых по рецепту лекарств. Есть люди, страдающие клинической депрессией и склонные к самоубийству, и им нужна помощь, и им нужно поговорить с сертифицированным врачом. И в некоторых случаях узнать мнение о том, следует ли им принимать эти препараты. Это не значит, что они должны принимать их вечно. Но вы знаете, именно поэтому я думаю, что многие из этих лекарств не изменят вашего поведения. Вам все равно нужно изменить свое поведение. Самый простой способ начать, это принимать лекарства, но что вам следует делать, так это добавки к поведенческому питанию. Если вы сделаете эти три вещи в первую очередь, вы должны начать чувствовать себя лучше. О, безусловно. Солнечный свет по утрам, то, о чем мы уже говорили. Дыхание, расслабьтесь, да, все эти вещи. У меня есть друг, он доктор медицины, и он прекрасно это говорит. Он говорит, что лучшая жизнь с помощью химии все еще требует лучшей жизни. Не так ли? Нет ни одной таблетки, ни вещества, ни психоделика, которые полностью перестроили бы вас. Даже не ясно, как это будет выглядеть. И еще есть пятая категория, которая сейчас начинает появляться, а именно интерфейс мозг-машина. Такие вещи, как устройства, которые люди надевают и регулируют свои мозговые волны, повышают пластичность. Существуют отличные устройства для того, что я бы сказал, считывание и измерение данных нервной системы, мониторинга сна, например, мониторинга мозговых волн. Мы все еще находимся в зачаточном состоянии хорошего коммерчески доступного интерфейса мозг-машина, но я думаю, что это в конце концов появится. Еще одна вещь, поскольку вы спрашивали об инструментах каждый день, у меня есть ежедневная практика выполнения йога-нидры. Для меня это моя форма медитации и своего рода сброс серотонина. Другая форма – благодарность. Я знаю, что в наши дни о благодарности много говорят, но я всегда хочу отметить, что благодарность – это не самодовольство. Люди думают, что это разглядывание пупка, но было доказано, что оно повышает уровень серотонина в мозге. Это целая наука. Сейчас я брал интервью у доктора Лори Сантос. Она профессор Ельского университета, преподает науку о счастье в еле. А да. Я пригласил ее, я спросил, хорошо, какие главные научные причины счастья прямо сейчас доказаны. А она ответила, благодарность – это одна из трех или четырех лучших причин. Это что-то вроде хорошо, значит, это больше не ву-ву. Она такая – нет, это научно доказано, что благодарность делает вас счастливее. Я думаю, благодарность – это замечательно. Она перезагружает систему, чтобы вы могли продолжать преследование. Я думаю, благодарность звучит как самодовольство, и люди говорят, ой, я не хочу быть созерцателем пупка. Я просто. Тогда я не буду доволен. Тогда я. Извините меня, тогда люди боятся, что они не будут довольны. Они будут самодовольны. Они говорят, я просто доволен тем, где я нахожусь. Но серотонин сбрасывает дофамин, который возвращает вас в бой и позволяет бороться дольше и дальше. И я думаю, что сегодня я делаю это часто. Но у меня была большая привилегия поработать с этими сообществами. Если вы посмотрите на высоких исполнителей в этих сообществах специальных операций с очень высоким риском и высокими последствиями, у них есть практика благодарности. Правда. У них есть. Тогда они включают ее. И поэтому, вы знаете, люди думают, что есть какой-то секретный соус или что-то в этом роде, вы знаете, и они очень уникальные личности и очень особенные личности. Но у них, но у них есть такая практика. У них есть те же инструменты, которые может использовать любой. Это верно. У всех нас есть эти инструменты. Вы занимаетесь йога-нидрой, вы практикуете благодарность в течение дня. Что еще вы делаете? Поэтому первое, что я делаю, когда просыпаюсь утром, это на самом деле благодарность. Что бы ни приходило мне в голову, я переориентируюсь на благодарность за то, что я просыпаюсь. Дело в том, что в жизни у меня было несколько моментов, когда я был на волосок от смерти. Я терял людей, как и все остальные. Мне 45 лет, так что вы знаете, я видел, как рождалось много детей, видел, как умирало много людей. Так оно и есть. Но просто я выражаю некоторую благодарность за то, что вы просто проснулись. Да. И это побуждает меня двигаться вперед. И тогда я могу делать такие вещи, как заправлять свою постель, вознаграждать себя за то, что я не занимаюсь чем-то другим. И начинать заниматься делами. И я склонен вознаграждать отношения по-крупному. Моей собаке 10 лет, я воспитывал ее с тех пор, как она была щенком, он бульдог, он, наверное, идет до конца. Я стараюсь просто сосредоточиться на чистом удовольствии иметь бульдога. Есть такие персонажи и он в частности. Отношения всех видов. Например, если я провожу время с людьми или просто. Я просто стараюсь думать о наставниках, людях, которые привели меня туда, где я есть. Я делаю это постоянно. И я симпатичный, как вы, наверное, себе представляете, я быстро говорю, я много работаю, я довольно напряженный. Но сейчас я заканчиваю свои дни, не чувствую себя измотанным и истощенным. Это не значит, что я благодарен за каждую возможность или за все, что встречается на моем пути. Я должен осознавать это. Но я думаю, что осознанная практика наслаждения тем, что у нас есть, очень сильна, а не просто выполнение движения. Если мы не наслаждаемся этим и просто ждем конечного результата, мы будем несчастны. Абсолютно верно. Есть нечто называемое ошибкой предсказания дофаминового вознаграждения, когда люди работают, 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 работают. Или ожидают, что что-то будет здорово. И когда вы это делаете, вы фактически повышаете уровень дофамина, который необходим для того, чтобы чувствовать себя хорошо, когда вы туда попадаете. Вот почему люди, которых вы знаете, достигают великих свершений и убивают себя. Это безумие. Неуважение к этим нейрохимическим путям и этим нейронным путям на самом деле означает, по моему мнению, отказ от всего, что нам было дано. И я не хочу создавать впечатление, что люди должны следовать этим протоколам, потому что я говорю о них. Нам всем их дали. Люди иногда спрашивают меня. Они скажут, есть ли приложение или продукт, связанный с этим. И я просто говорю, посмотрите, у матери природы есть патент на это. Каковы бы ни были убеждения, людей. Эта штука была встроена в нас по какой-то причине. И мы можем использовать эти различные нейрохимические пути, чтобы организовать нашу жизнь таким образом, чтобы действительно лучше всего служить нам и окружающим людям. И практика благодарности может длиться один день. Она может длиться 10 минут, если вы хотите. Люди занимаются медитацией любви и доброты. Я никогда этого не делал. Мне всегда было трудно находиться в медитации в течение длительного периода времени. Я не силен в мысленной визуализации. Поэтому я склонен больше ориентироваться на поведение. Вы нейробиолог, у вас плохо получается мысленная визуализация. Я стараюсь, но я думаю, что все мы отличаемся способностью удерживать мысленные образы. А моя способность довольно мимолетна. Поэтому я склонен все записывать. Но да, практикуясь в благодарности, я стараюсь, чтобы солнце било мне в глаза. Я имею в виду физические упражнения. Я люблю, к сожалению, я люблю физические упражнения и тренировки. Я думаю, что это вошло в меня с юности. Для людей, которым это сделать сложнее, вы просто создаете эти вещи с помощью субъективного вознаграждения. Да, да. Я хочу вернуться к нейропластичности в более позднем возрасте. Как сильно, допустим, я этого хочу? Каждый год я хочу бросить себе вызов, чтобы научиться чему-то более сложному или, может быть, не есть, что дается мне легко. Может быть, в ближайшие пару лет это будет испанский, а потом что-то другое — десять лет. Чем старше я становлюсь, скажем, восемь тысяч девяносто, сто, надеюсь, я добьюсь этого, если я буду продолжать заставлять свой разум бросать вызов таким неудобным способом. Это действительно поможет мне прожить дольше, или мне будет больно жить короче? Это отличный вопрос. Я слышал, что такие люди живут в голубых зонах по всему миру, не так ли? У них вроде как свой обычный распорядок дня, у них есть твоя семья, они каждый день поднимаются на холм, они питаются определенным образом, и у них хорошие отношения с обществом. Но они, я не знаю, слышал ли я, чтобы они говорили, что они постоянно бросают вызов своему разуму, чтобы расширить его. Я довольно уверенно говорю, что это не сократит вашу жизнь. Помните, что дофаминовая система, а значит, дофамин и ацетилхолин являются основными триггерами нейропластичности взрослых. Мы знаем это потому, что если вы, есть эксперименты, проведенные парнем по имени Майк Мерзник в Калифорнийском университете. Что, если вы стимулируете области мозга, которые выделяют дофамин и ацетилхолин, вы можете быстро вызвать пластичность, как в одном пробном обучении, например, испанскому языку сегодня. Верно. Сегодня я вроде бы свободно говорю по-испански, и это немного пугает. На самом деле это основа компаний, которые подумывают о том, чтобы вставить провода в мозг и стимулировать его. Подождите, я мог бы сегодня свободно говорить по-испански? Теоретически, если вы стимулируете высвобождение достаточного количества ацетилхолина и дофамина, испытывая при этом достаточное количество испанского языка, вам, вероятно, придется говорить на этом испанском. Вам, вероятно, придется прочитать его. Вау. Вы могли бы запомнить его и связать. Да, это возможно. Это похоже на матрицу. Это возможно. Как будто я знаю кунг-фу. Да, мы еще не совсем там, но это возможно. Это делалось в других формах обучения, в других исследованиях. Правда? Да. Как это называется? Если вы отпустите это, вам действительно придется вставить электрод в голову. Я не знаю, хотите ли вы просверлить дырку. Вставьте что-нибудь себе в голову. Вам придется просверлить. В вашем организме достаточно дофамина. Помните, что дофамин поступает из нейронов, которые там находятся. Так что вы стимулировали бы дофаминовые нейроны, ацетилхолиновые нейроны, и вы, вероятно, читали бы испанский шрифт. Есть, я скажу, что есть. Прямо сейчас разрабатываются программы для ускорения изучения языка с помощью имплантируемых электродов. Ни в коем случае. Это уже происходит? Это происходит. Кто-то делал это раньше? Это происходит сейчас. Они сейчас это тестируют? Я не думаю, что у них один день на все, на свободное владение языком, но они определенно значительно ускоряют изучение языка. Правда? Да. У меня есть близкие друзья, которые зарабатывают этим на жизнь. Вы знаете кого-нибудь, кто делал это? Кто руководит лабораториями, которые занимаются подобными вещами? Безусловно. Так чем же они занимаются? Они что-то вкладывают вам в голову? Ну, цель и так, мы знаем, что дофамин и ацетилхолин из уже опубликованных экспериментальных результатов, если они высвобождаются, то в огромных количествах. С чем бы вы не сочетали это высвобождение, с каким бы сенсорным опытом вы не сталкивались, массово перестраивают мозг в соответствии с этим опытом. Итак, у Мерзника есть эти прекрасные исследования, где он показал, что если вы воспроизводите определенные слуховые тона и стимулируете эти области мозга. Слуховая кора, область мозга, которая слушает, слышит и понимает звуки, массово перестраивается в соответствии с тем, что воспроизводилось в тот момент. Но поскольку эти нейрохимические вещества подобны вратам, они открывают врата к пластичности. Вы обычно привлекаете их сосредоточенностью, волнением, стрессом и напряжением, самонаградой и так далее. Или идете, знаете ли, и ведете разговор на испанском, где вы говорите, вау, я это делаю. Я свободно говорю. Я это делаю. Это сохранится, я бы понял, верно. Но вы можете себе представить, что на этой планете есть группы, которые очень заинтересованы в быстром ускоренном изучении языка, которые были бы готовы вложить многие миллионы или миллиарды долларов, возможно, не миллиарды, в программы, направленные на массовое ускорение изучения языка путем установки в мозг имплантируемых чипов, которые будут стимулировать эти области мозга, в том числе области памяти или стимулирующие ацетилхолин или дофамин. Значит, люди уже делали это, когда вскрывали себе голову и вставляли чип в мозг? Это пациенты нейрохирургии, которые уже проходят операцию по другим причинам и согласились принять участие в пробном исследовании. Правда? Да, и в исследованиях на животных это делается постоянно. Заткнитесь. Абсолютно верно. И есть ли какие-нибудь результаты этого? Это не так. Группы, которые занимаются подобными вещами, пока не собираются раскрывать результаты. Так что вы можете себе представить, с чем это связано. Вау, это правительственные контракты военного типа. В этом есть смысл, не так ли? Вы бы хотели это сделать. Да, безусловно. И это определенно происходит и за границей тоже. Массово ускоренное обучение — это своего рода святой грааль нейробиологии, не так ли? Не так ли? Как мы можем научиться чему-то быстрее? Не так ли? Ведь время — это то, что мы все пытаемся максимизировать. Верно. И вы знаете, и вы могли бы себе это представить. Потому что человеческий мозг в процессе развития может быть склонен к тому, чтобы стать исключительным в математике или исключительным в легкой атлетике. Я имею в виду, что вы могли бы создать мозги, которые были бы очень, очень хорошими, даже исключительными на уровне, превосходящем все предыдущее поведение. Вызывая такого рода события пластичности. Да, я бы не стал сразу же выбегать и вставлять чип вам в голову. С этим нужно разобраться. Но, конечно, есть целое сообщество, которое прямо сейчас крутится вокруг наотропных умных лекарств. Верно. Это не то слово или область, в которых я действительно большой поклонник, потому что типа, о чем вы говорите? Креативность, выполнение задач, сосредоточенность, например, слово умные наркотики ужасно, а наотропы еще хуже, потому что оно недостаточно заострено. Оно не иллюстрирует точно, какова конечная цель. Это что-то вроде одноразового универсального, что-то вроде умного наркотика. Например, что такое умный? Верно. Но есть, например, я знаю нейробиолога, лауреата Нобелевской премии, который каждый день употребляет огромное количество никоретто. Ему за 70, потому что это повышает его концентрацию внимания. Он бросил курить, что стимулирует никотин, а те стимулируют ацетилхолин. Таким образом, никотин является никотиновым стимулятором, а никотин рецептором ацетилхолина. Таким образом, его цель состоит в том, чтобы продолжать учиться в старости, стимулируя никотиновый путь. Конечно. Да, я выбираю безостановочный никотин. Теперь я не рекомендую людям жевать никотин. Я хочу внести ясность. Я не врач. Я прописываю что угодно. Я профессор. Я исповедую то, что исповедую. Но есть такие вещества, как холин, альфа-ГПК, которые стимулируют высвобождение ацетилхолина и теоретически позволят вам учиться быстрее и лучше в процессе обучения. Таким образом, чтобы дать вам больше сосредоточенности в невзгодах. Они будут таким образом, они вызовут события пластичности, это будет похоже на вождение, на то, чтобы вонзить нож глубже. Но тогда вам нужно соответствующее увеличение количества отдыха, чтобы убедиться, что эти пути улучшатся. Думайте об этом так же, как о посещении спортзала. Я действительно видел этих парней в спортзале в Лос-Анджелесе, где у них есть электроды на мышцах, так что они максимально задействуют двигательные единицы. Но тогда вам нужно гораздо больше восстановления, потому что необычно получать эти двигательные единицы с высоким порогом. Итак, вам нужно отдохнуть два дня, завтра вы не сможете вернуться в спортзал. Верно, и многие из этих парней также получают наркотическую помощь до такой степени, что вы можете почувствовать ее запах почти с другого конца комнаты. Но это уже другая история. Но вся эта область ориентирована на максимальный стимул, максимальное восстановление. Максимальный стимул, максимальное восстановление. Поэтому лекарственные добавки могут ускорить эти процессы. Это забавно от спорта, потому что в этом году должна была быть Олимпиада, но у спринтеров есть свое собственное сообщество наркоманов. Дело не только в анаболиках. Эти спринты выигрывает тот, кто быстрее всех преодолеет блоки. Это время реакции. И есть предание, я в этом не участвую, но есть предание о спринтерах, принимающих наркотики, чтобы ускорить передачу нервных импульсов, сосредоточившись на пистолете. Все дело в том, чтобы услышать звук пистолета и снять блоки. Поэтому они принимают препараты, стимулирующие дофамин и ацетилхолин, потому что это более быстрая реакция, более сосредоточенная, более быстрая реакция. Так это активация рецептора адреналина, рецептора надпочечников, чтобы вы реагировали быстрее? На самом деле это происходит на нейронном уровне, и это позволяет им слышать выстрел. А не слышать его постфактум. Это верно. Реагируйте. Потому что вы можете проиграть, будучи последним человеком на блокпосту. Большинство этих препаратов являются незаконными, но в спорте существует целый мир лекарств, которые направлены на психическую сторону, концентрацию внимания и способность засыпать. Вы можете поспорить, что теперь, учитывая понимание того, что сон так фундаментально важен для производительности, люди взламывают сон как сумасшедшие. Одеяло с перцем чили, магний, тианин, определенные вещи, которые, я думаю, действительно работают. Люди носят кольца УПС и Аура, и сейчас все дело во сне, не так ли? Все дело во сне. Во сне, потому что это так сильные. Сон — это лучший наркотик. И сейчас люди разрабатывают лекарства, которые позволят людям засыпать и лучше спать, лучше функционировать при меньшем количестве сна, оптимизировать количество времени медленного сна. В любом случае, это целый, целый мир. Я очарован им, потому что это крайность из тех вещей, о которых мы говорим. Но для типичного человека поведение — это правильный путь. Поведение. А питание — это не область моей компетенции, но случайно. Тело связано с разумом. Тело связано с разумом. И если в организме нет хорошего здоровья кишечника и хороших питательных веществ, то это в конечном итоге повлияет на то, как вы думаете, как вы себя чувствуете и как вы действуете. Абсолютно верно. Это будет все труднее и труднее, если у вас не будет энергии, а еда и питание дают вам надлежащую энергию. Это верно. Или это отнимает у вас энергию. Это верно. Истощает вашу энергию. Итак, чем старше мы становимся, тем труднее развивать нашу нейропластичность, но именно поэтому мы должны каждый год учиться новым сложным вещам. Вот что я слышу от вас, чтобы помочь нам. Да, и продлевает ли это срок службы или нет, я не знаю. Но я точно знаю вот что. Таким образом, дофаминовый путь тесно связан с репродуктивным гормональным путем. Таким образом, тестостерон и дофамин имеют очень тесную взаимосвязь. Настолько тесную, что они высвобождаются и запускают свои высвобождения из очень соседних областей мозга. Потому что, если вдуматься, это молекула преследования, не так ли? Как и основной эффект тестостерона, заставить стресс и усилие чувствовать себя хорошо. Это то, что он делает. Он подавляет такую болезненную реакцию, как будто это больно, и увеличивает восстановление. У женщин, у которых доминирует скорее эстроген, чем тестостерон, и, конечно, как у мужчин, так и у женщин тестостерон-эстроген. Эстроген в некотором роде похож на тестостерон в том, что он связан с дофамином. Многие люди думают, что противоположностью тестостерона является эстроген, но это не так. Это молекула, называемая пролактином. Пролактин — это то, что выделяется после оргазма. Это то, что выделяется после крупной победы, и вот тут-то и происходит крах. Оно предназначено для того, чтобы удерживать организмы на том месте, где они находятся, так что происходит парабандирование, восстановление и перевод их в режим серотонина. Причина, по которой я упоминаю об этом, заключается в том, что стремление к достижению целей и попытка вызвать нейропластичность — это не просто изменение вашего мозга. Это тесно связано с репродуктивными гормонами, тестостероном у мужчин и эстрогеном у женщин. Это означает, что это связано с волей к жизни. С волей к успеху, и дело не только в сексе. Я знаю, когда, как только мы говорим о тестостероне и эстрогене, люди начинают задумываться о брачном поведении. Это так, но есть еще многое другое. Это воля к жизни. Поэтому, когда снижается уровень дофамина, снижается и воля к жизни. Когда уровень серотонина слишком высок, а уровень дофамина слишком низок, люди чувствуют, что у них есть все, что им нужно. Подумайте о хронических курильщиках марихуаны, у них нет претензий к курильщикам марихуаны, но они, как правило, не самые амбициозные люди. Иногда они таковыми и являются, но они, как правило, делают людей довольно безмятежными. Подумайте, любые высокие уровни антидепрессантов, которые заставляют вас чувствовать, что у вас достаточно всего, что вам нужно, они делают людей как бы пассивными. Вот почему важно держать эти вещи в нужном диапазоне. Таким образом, воля к жизни связана с дофаминовой системой и репродуктивной системой. Так что же мы делаем? Что мы делаем, когда у нас нет цели в жизни? Что с нами происходит? Мы, по сути, бездействуем. Это не значит, что у нас нет воли к жизни. Это значит, что мы бездельничаем. А мозг и тело, поскольку они так тесно связаны друг с другом и влияют друг на друга, они видят, когда мы стремимся к какой-то цели. И это посылает каждому органу тела сигнал продолжать движение. Воля к жизни – это то, что они выходят за рамки своего рода более глубокой абстрактной концепции, но это реальная вещь. И поэтому у людей с низким содержанием эстрогена, и, как правило, у женщин или у мужчин, у людей с низким содержанием тестостерона или у людей с низким содержанием дофамина. Так что в конечном счете именно дофамин является мотивацией и стимулом к достижению цели. Вы не хотите слишком высокого уровня, но вы определенно не хотите, чтобы он был слишком низким. И нам нужно, чтобы увеличить уровень нашего дофамина, мы используем некоторые из этих инструментов. Верно, вы хотите к чему-то стремиться. Вы хотите трение, но вы также хотите иметь возможность вознаграждать процесс усилий, вознаграждать этот процесс трения. Теперь имейте в виду дети, у которых есть абсолютная воля к жизни. Вы знаете, в позитивной среде дети замечательны, потому что все они полны желания исследовать, жить и учиться. Просто у них по умолчанию есть желание исследовать, жить и учиться. Да, да. И дети переполнены дофамином. Вы показываете ребенку что-то новое, и это похоже на то, что мать природа научила их использовать этот процесс для включения новых идей, новых знаний. Именно так они могут учиться. Именно так они учатся. Чем больше у них DOP, тем больше они могут учиться, они объединяют идеи и могут расти. И они играют. Вы рассказываете детям историю, смешную историю, и они соглашаются с вами в этом. По мере того, как мы становимся на свой путь, это довольно интересно. Мозг со временем пространства между нейронами имеет тенденцию заполняться этим веществом, называемым внеклеточным матриксом. Это похоже на заливку бетона между нейронами. Им гораздо труднее перестраиваться и передвигаться. Но множество прекрасных исследований, экспериментальных исследований показали, что этот внеклеточный матрикс, если его можно уменьшить, нейроны могут перемещаться и образовывать новые связи. И способ сделать это, запустить какое-то сильное стремление к цели. Чем важнее цель, тем быстрее произойдет пластичность. Как кому-то вроде вас, я не хочу создавать стереотипы ученого и профессора, но как кому-то вроде вас получать удовольствие. Когда большинство ученых больше похожи на лабораторных крыс, которые просто сосредоточены на исследованиях, работе и ее выполнении, как вы включаете игру и веселье в свою жизнь. Я люблю заниматься наукой, потому что для меня быть исследователем мозга — это самое крутое. Когда я был маленьким ребенком, я хотел стать астронавтом, но тогда я не пошел по этому пути. Но для меня следующее лучшее — это быть исследователем мозга, и вы знаете покопаться в мозге и попытаться понять мозг. Но мне нравится, давайте посмотрим. Я имею в виду, что я немного сумасшедший в том смысле, что я люблю музыку, я люблю еду, я люблю поесть, я люблю тренироваться, я люблю дружбу. Да. Я сейчас нахожусь на этом этапе, и я не всегда был таким, я определенно испытывал депрессию, я был там. Я сейчас нахожусь на том этапе, когда может быть дело в практике благодарности, может быть в том факте, что я стараюсь высыпаться, и иногда мне это удается. Но я просто чувствую себя таким счастливым, что нахожусь в связи со всеми этими возможностями. И тот факт, что людям не безразлична неврология, и они хотят учиться, и что в этом мире есть место для меня, чтобы преподавать ей. Это просто своего рода бесконечный источник радости. Я люблю фильмы, музыку, дружбу, тренировки, еду. Собаку. Моя собака, доброту, искусство. Я думаю, что нашел в мире достаточно вещей, которые мне нравятся. Я чувствую, что у меня есть цели, достойные пяти жизней. А как насчет страхов? У вас много страхов? И насколько сильно страх влияет на связь между телом и разумом? Страх очень силен в связи между телом и разумом, потому что он может отключить нас. Я имею в виду, что страх действительно может привести нас к тому, что мы почувствуем себя по-настоящему здорово и просто может сокрушить нас всех сразу. И я имею в виду то, что у нас будет несколько страхов. Один из них заключается в том, что у меня есть эта странная история и наука, где мой консультант по бакалавриату, мой консультант по аспирантуре и мой советник по паздоку мертвы. Все они умерли молодыми, так что это было похоже на самоубийство, рак-рак. Это было действительно тяжело, потому что я был близок со всеми ними. И поэтому у меня есть один главный страх – умереть, не получив информации, которая, по моему мнению, должна быть обнародована в мире, в мире. Потому что меня все время поражает это, когда люди умирают, из их мозга не происходит загрузки. Нет никаких ископаемых записей их мыслей. Если только они не пишут, они не говорят, они не выпускают что-то в мир. Для одних людей это искусство, для других – их семья, чтобы это ни было. Но один страх заключается в том, что, знаете ли, меня собьет автобус или что-то в этом роде, или у меня случится сердечный приступ, прежде чем я смогу выразить. Знаете, как бы выразить свое выражение? Это один из них. А во-вторых, в наши дни у меня много хлопот, связанных с просвещением населения, управлением моей лабораторией, фактически моя лаборатория – это две лаборатории. Я думаю, что мой большой страх заключается в том, что, знаете ли, при попытке взять на себя так много вещей качество упадет. И, как следствие, мне пришлось действительно расставить все по полочкам в своей жизни, чтобы я мог по-настоящему вникнуть в суть. И я счастлив, что в моей лаборатории работают удивительные люди. У меня есть только руководитель моей лаборатории, я бы умер без него. Мои аспиранты и пастдоки – они феноменальны. И поэтому я счастлив, что меня окружают замечательные люди, но да, я бы сказал, что один из самых больших страхов заключается в том, что я не смогу сделать все это. Да. И, конечно, я не могу, но. Но я не пытался бегло выучить испанский. Вы хотите этого или нет? Я знаю, на самом деле, несколько лет назад я пообещал в социальных сетях, что буду изучать испанский язык в качестве доказательства принципа нейропластичности. А затем я бы прочитал некоторые учебные пособия на испанском языке, потому что в огромных частях мира, которые, как я думаю, интересуются неврологией. У них нет доступа к ним. И я временно отказался от миссии. Вот что я вам скажу, чувак. Я говорю это уже 20 лет. Я хочу выучить испанский. И как бы то ни было. У меня теперь есть испанская девушка из Мексики, что дает мне больше мотивации, и я знаю, что вы говорили о необходимости большей мотивации. Это ускорит процесс. Если у вас есть какая-то причина, я полагаю, просто я хочу это сделать, потому что вы, вероятно, собираетесь уволиться, если только нет более веской причины. Большей награды в конце. И я говорю это еще со средней школы. Я изучал испанский язык в средней школе, в колледже. Я объездил всю Латинскую Америку, Испанию, все остальное. Я страстный танцор сальсы. Вот уже 15 лет я танцую экстремальное количество танцев. Потрясающе. Такие парни, как вы, несколько раз сбивали меня с толку, потому что когда начинается сальса, начинается танец сальсы. Я как бы в дверях, как бы на периферии комнаты. Вот именно. И это была еще одна вещь, которой я стремился научиться, потому что учиться было так сложно, что я подумал, мне нужно идти ва-банк. Мне нужно создавать для себя что-то вроде циклов вознаграждений, все эти вещи, потому что было так неловко и унизительно начинать что-то в совершенно неудобной обстановке. Но теперь вы очень искусны в этом. Теперь я могу отправиться в любую точку мира, в любой сальсоклуб, найти лучшего танцора и танцевать с ним в мгновение ока, не разговаривая с ним, и чувствовать себя на 100% комфортно. Это достойно восхищения. Это величайшее чувство. И я хочу, чтобы это было во всех остальных сферах моей жизни. Я хочу, чтобы это было на 100 миллионов человек в неделю. И я знаю, что латиноамериканское сообщество могло бы использовать это послание. Да, так что ваш стимул был таким же, как передача информации. Именно так. И я тоже такой. Хорошо, вы можете переводить вещи. У вас мог бы быть с собой переводчик, у вас могли бы быть субтитры. Это типа того. Но мой папа из латинской страны, из Аргентины, и когда люди прилагают усилия, чтобы уважать это. Это такой глубокий знак уважения, действительно перейти на чью-то сторону и передать это в форме, которая действительно предназначена для них. Да, это А. И это почти похоже на то, что вы испытываете сочувствие к кому-то другому, когда пытаетесь узнать что-то, что он знает. И вам трудно этому научиться. Поэтому я сказал себе, хорошо, я пытался сделать это много раз за последние 20 лет и всегда терпел неудачу. И я подумал, я должен заплатить за это. Мне нужно делать это каждую неделю. Мне нужен учитель один на один, потому что я пробовал приложение, я пробовал эти вещи, все эти вещи не сработали. И мне нужно перестать думать о том, чтобы овладеть беглым языком. Верно. Мне нужно начать ценить процесс того, чтобы каждый день просто делать это. Правильно. И через 6 месяцев я смогу увидеть и оглянуться назад с таким видом. Хорошо, я действительно кое-что знаю. Тогда через год или два я буду знать немного больше. И тогда, надеюсь, в один прекрасный день я буду просто бегло говорить. И прикрепите вознаграждение к намерению и процессу усилий. Да. Я слышал, как вы сказали, что на самом базовом уровне вы действительно хотите встретиться с людьми там, где они находятся, чтобы они могли извлечь больше пользы из послания. Безусловно. И поэтому, если вы можете построить это в качестве примера процесса субъективного вознаграждения, тем больше вы сможете задействовать это намерение. Вот почему я думаю, что намерение и способность быть привлеченными чем-то большим. Большим. Большая миссия — это самое главное, потому что тогда дискомфорт, который мы испытываем, компенсируется этой наградой, на которую вы всегда можете рассчитывать. Как будто она всегда рядом. Это похоже на то, что у вас на полке есть волшебное лекарство, которое вы можете просто принять. Но поскольку оно внутреннее, оно всегда с вами. Что гораздо эффективнее, чем необходимость в нем из какого-то внешнего источника. Совершенно верно. Совершенно верно. Так что я очень взволнован. Я очень рад за испоноговорящих людей там. Они это услышат. Именно так. Так что не стоит подставлять ноги под огонь. Нет. Но я чувствую, что это просто так. Я должен наслаждаться процессом, и я должен наслаждаться повседневными трудностями, и я начинаю делать это весело прямо сейчас. Я начинаю это делать, когда у меня действительно стресс, потому что я устану, когда просто скажу. Я понятия не имею, что это значит. И все, что я хочу сделать, это пойти посмотреть спорт или позаниматься спортом или... Но путаница — это спусковой крючок. Это то, чему я учусь у вас. Это говорит о том, что это похоже на поднятие флага, и это говорит о том, что в этом ментальном треке есть что-то особенное, к чему нам нужно вернуться позже. И это сигнализирует об этом. Да. И поэтому, когда вы спите или делаете что-то еще, вы снова подключаете его. Вы на самом деле, да, это то, что я делаю. Я учусь. Когда я расстраиваюсь и мне бросают вызов, я просто начинаю получать удовольствие. Я просто говорю, хорошо. Фантастика. Мне просто нравится быть игривым в данный момент, и это приносит мне больше энергии, в отличие от этого ленивого усталого чувства. Я просто взволнован. Я такой. Хорошо, я этого не знаю, но однажды я это выясню. Очень хорошо. И это похоже на то, что я посвящаю себя процессу и превращаю процесс в приз, а не в конечный результат приза. Верно. А также, может быть, когда-нибудь вы будете баллотироваться на пост, и тогда вы сможете... Вы сможете охватить больше людей конкретным посланием. Я думаю, это примерно так. 60 миллионов испоноговорящих людей в Америке, 40 миллионов или что-то в этом роде. Там очень много людей. Так что кто знает. В любом случае, моя команда говорит мне, что мне нужно закончить это, потому что я хочу много говорить о страхе и о том, как преодолеть страх. Избавиться от стресса и обо всех этих разных вещах. Но мне придется снова подключить вас и поговорить об этих вещах. Так что надеюсь, я вернусь и... Эйби, я был бы рад вернуться в любое время. Мы будем делать больше и говорить о страхе, о том, как преодолеть страх и обо всех этих разных вещах. Но это было захватывающе. И я хочу задать вам пару заключительных вопросов, Эндрю. Один из них называется «Три истины». Итак, представьте, что это ваш последний день на Земле, и вы действительно выполнили все свои задачи, вы выполнили всю свою работу там, в мире, который вы хотели создать. Ваши книги — результаты ваших лабораторных исследований, все исследования, которые вы должны провести на 99%, верно? Вы всегда будете хотеть сделать больше, но вы должны сделать столько, сколько сможете. У вас есть книги-лекции, в мире есть все, что вы хотели сделать, но это ваш последний день, и вы должны по какой бы то ни было причине забрать всю свою работу с собой. Так что этот подкаст пропал, ваши книги, ваши результаты, все. Так что все это ушло с вами в следующее место, куда бы вы ни отправились. Но у вас есть ручка и лист бумаги, и вы должны записать три вещи, которые, как вы знаете, являются правдой обо всей вашей жизни. И уроки, которые вы извлекли, которыми вы хотели бы поделиться с миром. Это все, что у нас есть на память о вас или ваших уроках. Я называю это тремя истинами. Так в чем же, по-вашему, заключаются ваши три истины? Хорошо, первую я собираюсь выудить из Оракула, а именно, познай самого себя. Я действительно верю в это с помощью любых исследований, будь то терапия, медитация, религия, физические упражнения или все вышеперечисленное. Я думаю, что люди должны исследовать, кто они такие, как они проявляются в мире. Да. И затем, очевидно, основываясь на сегодняшней дискуссии, я считаю, что мы можем внести изменения в это. Но познайте себя. Жаль, что я этого не сказал, но это ужасно. Кто-то опередил меня. Вторые замечания. Это скорее по Фрейду, но я действительно думаю, что в том, как мы работаем, есть основной набор операций, которые важны. Как вы можете себе представить, это похоже на диаграмму из трех блоков. И в одном метре из них будет написано желание, а затем будет стрелка. Рядом с ней будет написана тревога, а затем будет стрелка, а затем последняя надпись защита. Как правило, у нас есть желание, оно вызывает в нас некоторую тревогу, и тогда мы начинаем какое-то рефлексивное защитное поведение. Для некоторых людей это зависимость, для некоторых людей это бешеное честолюбие до такой степени, что они пренебрегают вещами, в чем бы ни заключалась защита. И я думаю, что наша задача состоит в том, чтобы вмешаться между тревогой и защитой, или по крайней мере, придумать средства защиты, которые служат человечеству. Чтобы мы отдавали, а не разрушали. Да. Но я действительно думаю, что защита от тревоги желания, это большая проблема. И боже мой, и наконец, в последний раз, пару дней назад, я мог бы сказать это, но у меня был опыт, который заставляет меня сказать, я думаю, получайте удовольствие. Да. Потому что это окончательная перезагрузка. Это не единственное, что вы хотите сделать, но это действительно трагично, когда люди так сильно садятся за руль, что не могут получать удовольствие. И как мы говорили сегодня, процесс получения удовольствия, это часть процесса обновления, часть способности стремиться к большему. И я думаю, что когда мы веселимся, при условии, что это не за чей-то счет. Я думаю, что в этом есть регенеративное качество, и что мы можем, я думаю, что это лучший опыт в жизни. Трудно учиться и расти, не получая удовольствие. Вот что я слышал от вас. Да, на самом деле я украл это. Мне плохо, потому что, что я это украл. Я получил огромное удовольствие узнать, вы знаете, что Лэрд Гамильтон, великий Лэрд Гамильтон, и мы прошли некоторую подготовку, и мы говорили об этом, и мы покидали их дом. И он сказал, что сказал Лэрд. Он сказал, вы знаете, помните, я пойму, это не провельно, Лэрд, мне очень жаль, но он сказал что-то вроде, помните, что в страхе смерти получаете удовольствие. Да. И он не говорил идти и делать глупости, которые подвергают вас риску. Он хотел сказать, что этот страх смерти это то, с чем мы все живем и с чем боремся, поэтому мы должны помнить о том, чтобы получать удовольствие. Вот и все, чувак. Или что-то в этом роде. Я думаю, что все испортил, но я говорил, что Лэрд совершил в своей жизни несколько невероятных вещей. Он невероятный человек, и семьянин, и муж, и отец, и все такое прочее, и друг. И поэтому я подумал, что могу позволить себе больше удовольствия. Именно это я говорю себе в эти дни. Да. Вы пытаетесь, пытаетесь сказать, что ученые тоже должны получать удовольствие? Я пытаюсь. Где мы можем следить за вами в социальных сетях и как мы можем поддержать вас в этот момент? В будущем у вас выйдет книга «Но». В будущем я знаю, что у меня еще не хватило времени написать ее целиком. Я преподаю неврологию и регулярно публикую посты по нейробиологии в Инстаграм. Да, кстати, они увлекательные. Чем вы там занимаетесь? Это лаборатория Губермана, так что Хаубе ЕРМАНЛАБ. Хорошо. И прямо сейчас я занимаюсь 100 днями неврологии в формате 15 вторых барабанов. Да, отлично. Это настоящий вызов для меня. Но я делаю несколько более длинных постов. Мы говорим обо всем. О стрессе, страхе, дофамине, обучении. Мы затрагиваем некоторые вещи, связанные с аутизмом, болезнью Альцгеймера и тому подобными вещами. Это не медицинский совет, но я говорю об исследовании. Я приглашаю исследователей рассказать о своей работе, и это очень весело, и мне нравятся вопросы там, чтобы люди могли присылать мне вопросы. Очень круто, так что следите за вами в Инстаграм, а также в Твиттер, в лаборатории Губермана, и вы отвечаете людям там. Я так и делаю. Да, в основном в Инстаграм. У меня действительно есть аккаунт в Твиттер, но в основном в Инстаграм. Это круто, потрясающе. Это увлекательно, чувак. Я не могу дождаться, когда вы вернетесь в будущем. И я хочу поблагодарить вас, Эндрю, за невероятный дар, которым вы обладаете, чтобы научить нас понимать мысли, чувства, эмоции и все такое прочее. Я думаю, что это так сбивает с толку, особенно в 2020 году, о том, как улучшить нашу жизнь. Когда вокруг так много разрушений, отвлекающих факторов, шума, стресса и беспокойства, о чем мы уже говорили. Поэтому вам следует прийти и принести научную, практическую, а затем и практическую идею о том, как мы можем применить это в нашей жизни. Это действительно дает силы стольким людям, за что я вам благодарен. Спасибо вам. Вы настоящий дар, чувак, за то, что постоянно появляетесь. Это действительно прекрасно. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили меня. Мне было очень приятно. Я был вашим фанатом задолго до того, как вы пригласили меня. Так что для меня это особенно приятно. Мы вернем вас в группу, чувак. Я очень рад. И мой последний вопрос. Каково ваше определение величия? Человеческому виду был дан этот потрясающий дар нейропластичности, способности изменять себя и становиться лучше осознанными способами. И мое определение величия — это любой, кто прилагает эти усилия, даже крошечные, просто для того, чтобы использовать этот невероятный механизм, который нам дан. Эту нервную систему и использовать его для того, чтобы быть лучше, чувствовать себя лучше и лучше выглядеть для других людей. Я действительно верю, что именно поэтому мы здесь. Да, аминь. Большое вам спасибо, брат. Спасибо вам.